Трупов, пусть кто-нибудь очистит местность от них. Вскоре трупы на стенах были убраны, все продолжалось как обычно, босс здесь, видя, как прибывают Нирвана Флейм и Яя, игроки на стенах сразу же разразились аплодисментами и криками, одно только присутствие безумного разбойника было огромным стимулом для морального состояния остальных, бум, 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 земля яростно дрожала. Ниянь посмотрел на равнины внизу и увидел гигантов, несущихся к стенам, в руках у них были маленькие деревья, которые служили в качестве таранов, на этих гигантов обрушился залп снарядов, они пытались увернуться, но некоторые все еще были поражены и отброшены взрывами. Десятки тысяч игроков устремились к стенам, как бушующий поток, вскоре две стороны столкнулись на краю стен, заклинания взорвались в небе, как ослепительный фейерверк, пугающее число игроков умирало каждую секунду, но ни одна из сторон не желала уступать ни дюйма, бум, бум, бум. Гиганты начали вбивать свои тараны в городские ворота, а те под ударами дрожали и стонали, босс, корпорация ангела пробила дыру в нашей южной стене, отправьте наших воинов, чтобы поддержать там ситуацию, не пускайте врага в город, крикнул Ниянь. Оглядываясь назад, он увидел, что Сия повторяла слова запрещенной магии, после чего святой свет вокруг нее становился все ярче и ярче, пока девушка не стала ослепительной, как само солнце. Несмотря на то, что у противника были антимагические домены с поддерживающим огнем из осадных арбалетов, запрещенная магия Сия уничтожила бы по меньшей мере десять тысяч игроков из корпорации ангела. В этот момент Ниянь что-то заметил, глаз правды, осматривая окрестности, молодой человек заметил два силуэта, несущихся к Сия. Ниянь холодно фыркнул, дураки, вы переоцениваете себя, два вражеских теневых танцора, их целью была святая магесса, демон Флейм и Инксан были их именами, оба были профессиональными игроками, но они были завербованы Цаосюем. Оба теневых танцора смешались с толпой обычных игроков в окороне, ожидая подходящего момента, чтобы начать действовать, там Нирвана Флейм, закричал демон Флейм, увидев два пронзительных красных глаза, глядящих на него. Его сердце дрогнуло, мы были обнаружены, прикрой меня я возьму я-я, приготовься к выходу. Отдал распоряжение Инксан. Он активировал штормовой шаг, после чего устремился к прелестной магессе, понял, сказал демон Флейм. Стоя между Нирваной Флеймом и я-я, он не мог перестать облизывать свои пересохшие губы. Таким образом, парень должен был бороться с безумным разбойником. Демон Флейм бы солгал, если бы сказал, что не чувствует давление. Инксан находился всего в шести метрах от я-я, и вот-вот должен был достичь ее. Мелькнуло размытое изображение, когда демон Флейм потерял след Нирваны Флейма. Он активировал свой собственный зрительный навык и огляделся вокруг, но не смог найти никаких следов безумного разбойника, как будто он растворился в воздухе. Осторожно, он, вероятно, идет за тобой, предупредил демон Флейм. Инксан уже поднял свой кинжал, когда почувствовал озноб на затылке. Он толкнул свою переднюю ногу в землю, затем с усилием переместил свое тело и вложил весь свой вес в удар клинком. Кланг! Искры полетели, когда столкнулись два лезвия. Ниянь поднял бровь. Этот парень заблокировал его атаку. У него был какой-то навык. Бежим! Убираемся отсюда! Нет времени! Крикнул Инксан. Он щелкнул запястьем и вытащил неизвестный свиток перемещения. Как раз когда теневой танцор собирался раздавить его, по телу парня пробежал толчок, от которого Инксан начал кашлить кровью. Нирвана Флейм нанес ему удар в сердце. Инксан замертво упал на землю. Видя, как умирает его брат по оружию, демон Флейм не смел задерживаться. Он немедленно сбежал с помощью неизвестного свитка перемещения. Ниянь был удивлен, что Инксану удалось заблокировать его первую атаку. Он думал, что у этого парня действительно могут быть какие-то способности, но это оказалось просто случайностью. После того, как мастера стали более доступными, количество игроков, носящих титул теневого танцора, увеличилось. Только часть из них имела достаточный уровень мастерства. Что касается тех, кто был на уровне Сана, Кинков Зеворлда, Мистейкин Смайла и Ван Страйк Вау, которые могли обменяться с ним несколькими ходами, их было еще меньше. Несмотря на то, что они являются теневыми танцорами, такие игроки, как Инксан и Демон Флейм, могут считаться только обычными игроками. Или в глазах Нияня хламом. После краткого обмена один теневой танцор был убит, а другой сбежал, спасая свою жизнь. В окрестностях было еще несколько воров, которые искали возможность устроить засаду на Яяя. Но увидев эту сцену, они испугались до смерти и тихо отступили. Поскольку Нирвана Флейм лично охранял ее, они в любом случае не могли помешать Яяя использовать ее запрещенную магию. Они не будут бессмысленно выбрасывать свои жизни. Сия наконец-то произнесла последний слог своей запрещенной магии. Огромный столб света спустился с неба, превращая равнины за пределами Акараном в белый мир. Свыше пятидесяти великанов с горечью плакали, превращаясь в пепел. Сия опустила посох и выпила зелье, чтобы восстановить свою ману. Пойдем, сказал Ниянь. Они бросились к южной стене. Блейдлайт, Смоукстав, какова ситуация на вашей стороне? Спросил молодой человек. Мы все еще летим обратно. Спускаемся прямо сейчас. Мы потеряли шесть летающих маунтов шестого ранга, но мы также убили более тридцати летающих маунтов противника. Дюжина из которых была шестого ранга. Итак, в целом мы вышли вперед. Ниянь вздохнул с облегчением. Пока они благополучно возвращались, все было в порядке. Остерегайтесь их, вермил Леон Гарут. У них есть мощные сети пламени. Не попадайтесь в ловушку. Понял. Ниянь не знал, что летающий манут, подобный вермил Леон Гаруте, существовал до недавнего времени, поэтому он попал в засаду корпорации Ангела. Теперь, когда он знал, то мог принять контрмеры против них. Больше ни о чем было беспокоиться. Не говоря уже о том, что их навык огненной сети, вероятно, имел довольно длительное время перезарядки, иначе он был бы слишком силен. Ниянь достиг пролома в стене. Несколько сотен воинов из племени Невероятных Людей не позволяли игрокам корпорации Ангела ворваться внутрь и начать штурм. Даже когда случайные снаряды приземлялись и уничтожили обороняющихся воинов, их незамедлительно заменили другие. Ни одна из сторон не хотела сдаваться, борьба была чрезвычайно интенсивной. Штормовой шаг. Ниянь исчез в невидимости. Он прыгнул в воздух, взлетев над головами воинов из племени Невероятных Людей, и приземлился в рядах противника. Со вспышкой от его клинка, юноша мгновенно убил игрока из корпорации Ангела. Никто не мог видеть Нияня. Все, что они видели, было размытым пятном. ПСФХТ. 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 Кровь брызнула в воздух, когда более десятка игроков в корпорации Ангела рухнули на землю. После смерти этих игроков они превратились в тени и поползли обратно по земле. Эти слуги тьмы устремились вперед, поворачивая свои клинки к своим бывшим товарищам. Что происходит? Че что, черт возьми, случилось? Внезапно атакованные тенями своих павших товарищей, игроки корпорации Ангела почувствовали, что среди них распространяется паника. Они тут же начали трубить поспешное отступление. Теневая армия быстро увеличивалась в размерах. Ниянь вызвал своего теневого клона, еще больше увеличив скорость убийства. Сотни теней присоединились к армии Нияня. Те, кого они убили, немедленно восставали из тлена и ассимилировались в ряды странной теневой армии. Это босс. Игрок из племени невероятных людей кричал в восторге. Что это за навык? Это так круто. Босс знает некромантию? Разве это не навык злой фракции? Это выглядит намного сильнее, чем любой навык некроманта, которого я знаю. Игроки из племени невероятных людей взволнованно обсуждали происходящее перед их глазами. Их моральный дух взлетел до небес, как только рядом появился лидер гильдии. Они устремились вперед, как прилив, и отбили силы корпорации Ангела назад. Племя невероятных людей успешно отразили эту волну атак. Игроки разразились аплодисментами. Блейдлайт и другие мастера также вернулись в этот момент. С их помощью защита корона была немедленно усилена. Босс, вражеский маг использует запрещенную магию. Активируйте антимагический домен города. Уничтожьте его с помощью магических пушек. Немедленно приказал Ниянь. Бум, бум, бум. Залп пушечных снарядов пронесся по небу. Гремел гром, и молния вспыхивала, когда зловещие черные облака собрались в небе. Как раз когда запрещенная магия собиралась не зайти на город, огромная мембрана света окутала весь окорон. Это было преимуществом нахождения на оборонительной стороне осады, создания крупномасштабной антимагической области. Он мог выдержать бомбардировку по крайней мере шести заклинаний из запрещенной магии без каких-либо проблем. Внезапно гром и молния в небе исчезли. Ха-ха. Парня, использующего запрещенную магию, одолела одна из пушек. Да, это какая-то безумная цель. О боже. Ха-ха. Кто сделал это? Позволь мне купить тебе выпить. Вознаградите любого, кто сумеет уничтожить магистра. 50 тысяч очков заслуг за каждого. Тройное количество получат операторы пушек, если сумеют повторить этот подвиг. Издал свою косниянь. Каждый из канониров был ошарашен. 50 тысяч очков заслуг только за то, что ударил кого-то своей пушкой. Это просто невероятно. Слыша, что они могут зарабатывать очки заслуг, просто выполняя свою работу, игроки, управляющие пушками, были невероятно мотивированы. Взрывы звучали повсюду. Никто не был в безопасности. Игроки из корпорации «Ангела» не знали, что произошло, но пушечный огонь внезапно показался более жестким, чем раньше. В результате бомбардировки они отчаянно пытались укрыться. Че что за хрень? Кто-то внезапно посадил их на стероиды. К дерьмо. Отступление. У фронтовой части корпорации «Ангела» не было иного выбора, кроме как отступить за пределы действия пушек, оставив после себя груды трупов. Очередная волна атак встретилась с провалом. Они разбили лагерь на расстоянии более тысячи метров. Корпорация «Ангела» не собиралась сдаваться так быстро. Какие-нибудь новые движения от корпорации «Ангела»? Ниянь спросил Гухуая. Согласно нашим последним сообщениям, они подгоняют к городу еще около двухсот катапульт и трубушетов, ответил Гухуай. Корпорация «Ангела» потеряла многие из своих осадных орудий в первой волне атак на Акарон. Похоже, они хорошо подготовились. Честно говоря, мы не должны уступать им в количестве осадных орудий. Но мы потеряли так много в предыдущей войне против финансовой группы Мони и борьбе с фантомной принцессой иной, проворчал Гухуай. Корпорации «Ангела» не приходилось сталкиваться с бесчисленными испытаниями и несчастьями, которые выпали на долю игроков в племени невероятных людей. Все же они только накопили эту небольшую силу. Он не особо о них думал. Кроме катапульт, есть что-нибудь еще? Мы получили несколько отчетов о секретном оружии. Видимо, это огромная военная машина. К счастью, они могут производить только одну штуку в два месяца. Нам придется встретиться только с тремя из них. Ниянь нахмурился. Чем может быть эта военная машина? Когда он искал упоминания в своих воспоминаниях, лицо юноши внезапно побледнело. Может ли это быть мегапушка? Если бы это было так, племени невероятных людей предстояло погрузиться в мир боли. Его знания о мегапушке были ограничены. Это чудовище только однажды появилось в войне между корпорацией Янгела, которая вторгалась в Веридийскую империю, и победоносным возвращением. Мегапушка в одиночку уничтожила 20 крепостей. Только после того, как они собрали свои сердца и отправили на смерть более 300 тысяч игроков, победоносное возвращение наконец уничтожило это орудие. Та война нанесла тяжелый удар победоносному возвращению. К счастью, у них также был свой козырь, и они победили корпорацию Ангела в империи Сатрин. После этой войны две великие державы больше никогда не сражались. Судьба сработала таинственными способами. В это время были также две великие державы, борющиеся за превосходство, хотя сравнивать победоносное возвращение и племя невероятных людей не было никакой необходимости. Ни Ян не хотел, чтобы все рухнуло. Сводить бой в ничью для молодого человека вовсе не было вариантом. Отправь Сана и Кинку в Зеварлда, чтобы выяснить, что на самом деле представляет собой это секретное оружие. Кроме того, пусть Блидлайт возглавит отряд из тысячи человек и посмотрит, смогут ли они уничтожить катапульты и требушеты противника во время движения. Но будьте осторожны. Если это окажется невозможным, пусть они отступят немедленно, сказал Ни Ян. Если что-то случится, он и сия могут броситься на помощь в течение нескольких минут. Битва в Акароне зашла в тупик. Корпорация Ангела ждала подкрепления, и племя невероятных людей было более чем рада ждать за их стенами. В Империи Сатрин, когда армия Альянса Племени Невероятных Людей шла вперед, повсюду поднимался дым. Корпорация Ангела уже потеряла шесть опорных пунктов. Они пытались окружить силы Племени Невероятных Людей, только чтобы быть перехваченными Падшим Ангелом. Падший Ангел сражался с Пантеоном в подземном царстве, но у него все еще оставались свободные силы для отправки 600 тысяч солдат на поверхность, чтобы помешать Корпорации Ангела и финансовой группе ВЕК. Племя Невероятных Людей не спешило продвигаться вперед, делая шаг за шагом. Каждый раз, когда игроки осаждали крепость, они останавливались, чтобы консолидировать свою новую территорию и даже нанимать местных игроков для формирования новой армии. Новые игроки и территория были переданы Небесной Песне. Победить Корпорацию Ангела и финансовую группу ВЕК, разрушив несколько опорных пунктов, было невозможно. Итак, Племя Невероятных Людей подошло к этой войне, как битвенное истощение. Корпорация Ангела понятия не имела, как ответить. Большая часть их армии была сосредоточена в Великих Лугах Эбернате. Те, что остались в Империи Сатрин, не могли казать достойного сопротивления. В течение следующих нескольких дней армия Корпорации Ангела не двинулась с места за пределами Акарона. Все их движения были в пределах досягаемости шпионов племени Невероятных Людей. Ниянь почувствовал, что его беспокойство угасло. Гухуай начал выплачивать компенсацию игрокам, погибшим в бою. Те, кто отличился, также были должным образом вознаграждены. Таким образом, было выплачено более трех миллионов золотых. Члены гильдии могли использовать эти деньги, чтобы заменить свое утерянное снаряжение и подготовиться к следующей битве. Ежедневные расходы на войну были поразительными. К счастью, племя Невероятных Людей получало поддержку магазина Зелий Звездной Ночи. В течение этих последних нескольких дней быстро распространились новости о смерти Темнокрылого Дракона от рук Корпорации Ангела. Фрагменты видео о том, как Темнокрылый Дракон был пойман в ловушку 5-ю вермеллион грудами заполнили форумы. После тщательного изучения было подтверждено, что видео подлинное. Темнокрылый Дракон был единственным летающим маунтом 8-го ранга в игре. Его вполне заслуженно называли Властелином Небес. Однако подобное существо все равно было уничтожено. Те, кто твердо верил в непобедимую легенду Нирваны Флейма, чувствовали, что их сердца дрожат. В конце концов, Безумный Разбойник был только одним человеком. Несмотря на то, что люди рассматривали его как бога, в такой крупномасштабной войне ни один человек не изменит исхода битвы в одиночку. Так же, как Темнокрылый Дракон. Один на один он, без сомнения, не имел себе равных, но этот летающий маунт все еще оставался беспомощным. Перед этими пятью вермил Леон Горудами. Те, кто не воспринял эту войну слишком серьезно, стали обращать внимание. Похоже, у корпорации Ангела был план, как противостоять племени невероятных людей. После известия о смерти Темнокрылого Дракона Слава и репутация корпорации Ангела взлетели до небес. Форумы были заполнены обсуждением, связанным с этим вопросом. Все ждали, что Нирвана Флейм даст свои комментарии. Однако оказалось, что он совершенно не заботился об этом, не давая объяснений и не подтверждая подлинность новостей. Когда Темнокрылый Дракон исчез из списков лидеров летающих маунтов, наверху появилась вакансия. Но она была быстро заполнена другим летающим маунтом из племени невероятных людей. Бессмертный Феникс Яя. Люди были потрясены, обнаружив, что он уже прорвался к восьмому уровню. У племени невероятных людей был еще один летающий маунт восьмого ранга. Все интересовались тем, насколько сильным был Бессмертный Феникс восьмого ранга. Дискуссия на форумах постепенно перешла на летающих маунтов. Многие игроки не испытывали особых ликований по поводу Бессмертного Феникса Яя. Если даже Темнокрылый Дракон может пасть, Бессмертный Феникс не будет иметь большого значения. Корпорация Ангела имела абсолютное преимущество в небе. После нескольких встреч они убили более двухсот летающих маунтов племени невероятных людей. Когда высокоранговые летающие маунты племени невероятных людей обнаруживали вермиллион гарут, у них не было выбора, кроме как отступить. У них не было никакого способа справиться с навыком пламенной сети. Таким образом, чтобы не быть убитым противником, они могли только временно уступить. Нияни Сия телепортировались в колор и направились в зоомагазин. Ниянь форумы наполнены разговорами о смерти Темнокрылого Дракона. Ты уверен, что не хочешь ничего говорить? С тревогой спросила Сия. Если бы Ниянь объяснил, что Темнокрылый Дракон все еще может быть восстановлен, комментарии сомневающихся в нем мгновенно исчезнут. Однако Ниянь продолжал сохранять эфирное молчание. Объяснение ничем не поможет. Лучше говорить с действиями. Давай сначала возродим Темнокрылого Дракона. Все будет хорошо, сказал Ниянь. Но прежде всего, молодой человек продолжал молчать, потому что он был из тех, кто не особо любил говорить. Хорошо, кивнула девушка. Пройдя по нескольким улицам, они оказались почти в зоомагазине. Мы почти на месте. Ниянь посмотрел на труп Темнокрылого Дракона в его отсеке для питомцев. Это не займет много времени. Прежде чем мы будем вновь летать по небу вместе, Ниянь и Сия вошли в зоомагазин. Было только несколько клиентов, просматривающих наличие интересного товара. Десять укротителей зверей были в процессе кормления домашних животных. Ниянь приблизился к одному из лучших. Это был Коллинсон, тот самый НПЦ, который помог ему с вылуплением Темнокрылого Дракона. Приветствую, укротитель Коллинсон. Поздоровался молодой человек. Коллинсон удивленно обернулся. О, Великий Пророк, как я могу вам помочь? Ниянь заметил, что отношение Коллинсона было гораздо более уважительным, чем в их предыдущую встречу. Дело вот в чем. Мой Темнокрылый Дракон погиб в бою. Мне интересно, можете ли вы помочь мне восстановить его? Спокойно спросил Ниянь. С его титулом Великого Пророка молодому человек больше не нужно было присмыкаться перед неигровыми персонажами. Они помогут юноше в любом случае. Вы принесли его труп? Да, кивнул молодой человек. Кроме его трупа, мне также нужны кристалл желания, кристалл воскрешения или подобный катализатор, чтобы помочь вам оживить Темнокрылого Дракона. Ответил Коллинсон. У меня есть кристалл воскрешения, ответил Ниянь. Он достал требуемый кристалл воскрешения из своей сумки. Черный кристалл сверкал ослепительным блеском. Глаза Коллинсона сразу же были прикованы к кристаллу воскрешения. Он изумленно пробормотал. Это черный кристалл воскрешения. Они бывают разных цветов? Сия не могла сдержать свое любопытство. Конечно, да. Все кристаллы делятся на отдельные цвета. Каждый цвет имеет особую характеристику. Хотя черных кристаллов среди них можно найти очень и очень немного. Они обычно появляются только в подземном мире. В них содержится мощная энергия тьмы. Если он используется для оживления питомца или летающего маунта с атрибутом тьмы, он будет иметь некоторые дополнительные эффекты. Возрождение с их помощью может даже повысить темпы роста летающего маунта, пояснил Коллинсон. Ниянь поднял бровь. Он купил этот кристалл воскрешения у НПЦ по имени Кринстон вместе с арканным самоцветом и таинственным черным яйцом 1 за 900 тысяч золота. Это было так давно, юноша почти забыл обо всем этом. То же самое касалось странного яйца. Только арканный самоцвет нашел свою цель, так как Ниянь отдал его Танья, укоротитель зверей Коллинсон. Пожалуйста, помогите мне оживить темнокрылого дракона. Оживление темнокрылого дракона обойдется в 600 тысяч золотых. Будучи великим пророком, вы получаете 70% скидку. Итак, для вас цена будет составлять всего в 180 тысяч золотых, сказал Коллинсон. В зоомагазинах были строгие ценовые таблицы. Существо, подобное темнокрылому дракону, было самого высокого ранга. Таким образом, плата за его воскрешение неизбежно будет высокой. 180 тысяч золота может быть тяжелым бременем для обычных игроков, но это было каплей в море для Нияня. Он с радостью заплатил гонорар. Пожалуйста, следуйте за мной, сказал Коллинсон. Он обернулся и направился к задней части магазина. Нияни сия последовали за Коллинсоном. Пройдя через узкий коридор и спустившись по лестнице, они вошли в большую комнату размером примерно 20 на 20 метров. Ниянь не ожидал, что такое место будет позади магазина. Комната была пуста за исключением большого магического формирования, которое излучало магическую энергию в середине. Пожалуйста, поместите своего темнокрылого дракона в центр формирования, поручил Коллинсон. Ниянь произнес заклинание, чтобы вызвать темнокрылого дракона. Со вспышкой света его труп оказался в центре магического образования. Он лежал неподвижно, не имея ни малейшего следа жизни. Коллинсон пошел вперед и остановился на краю магического формирования. Подняв кристалл воскрешения в воздухе, он начал нараспев читать заклинания. Поток энергии тьмы вырвался из кристалла и вошел в темнокрылого дракона. Магическое образование вспыхнуло ослепительным черным сиянием. Нияни сия закрыли глаза от ослепительного света. Они могли лишь смутно определить положение Коллинсона и темнокрылого дракона. Через некоторое время свет постепенно угас. Жизнь вернулась к темнокрылому дракону, после чего он медленно поднялся на ноги. Раны темнокрылого дракона были полностью исцелены, когда искра жизни вернулась к его глазам. Ниянь мог также чувствовать какое-то изменение в нем, но не мог полностью указать на это. Чешуйки темнокрылого дракона выглядели так, как будто они сделаны из особого, неприступного металла, сверкающего глянцевым блеском. Темнокрылый дракон был все еще восьмого ранга, но не сопоставим с собой предыдущим. Он полностью трансформировался из-за влияния атрибута Тьмы Кристалла Воскрешения. Я предлагаю вам внимательно изучить изменения в вашем темнокрылом драконе. Постепенно вы обнаружите, что 180 тысяч золотых были потрачены не зря, сказал Коллинсон с загадочной улыбкой. Нияниси они могли оторвать пристального завороженного взгляда от сверкающих чешуек темнокрылого дракона. Несмотря на то, что это был летающий маунт восьмого ранга, они могли сказать, что темнокрылый дракон был намного сильнее Бессмертного Феникса. Ауры, которые они излучали, были совершенно разными. По логике вещей, темнокрылый дракон и Бессмертный Феникс должны быть примерно равны по силе, так как они оба были летающими маунтами восьмого ранга. Но даже в пределах ранга были различия. Внутренние изменения в темнокрылом драконе направили его на путь в девятому рангу, даже если он был еще далеко в плане силы, тогда как Бессмертный Феникс только ознаменовал свой прорыв до восьмого ранга. Спасибо, искренне поблагодарил Ниянь. Это было для меня настоящим удовольствием, великий пророк. Молодой человек отозвал своего темнокрылого. Порывшись в сумке, он достал таинственное черное яйцо. Можете ли вы помочь мне оценить это яйцо? А, я хочу знать, что за существо внутри него. Как только взгляд Каллинсона упал на яйцо, он уже не мог отвести взгляд. Выражение чистого шока застыло на лице укоротителя зверей. Ниянь мог догадаться по реакции Каллинсона, что существо внутри черного яйца было необычным. Тем не менее он понятия не имел, кто там был. Учитывая его размер, вероятность того, что это было яйцо дракона, была высокой. Но юноша не мог быть уверен. Возможно, это было яйцо какого-то другого крупного существа. Если бы это действительно оказался дракон, он бы заработал много. Пока молодой человек держал меч Зинарда, у него могло быть три драконьих питомца и два драконьих маунта одновременно. Каллинсон нежно погладил яйцо рукой. Наблюдая за Каллинсоном, Ниянь почувствовал, как его сердце забилось. Пожалуйста, пусть это будет дракон. Великий пророк — это призрачный дракон, чрезвычайно мощное летающее существо типа дракон, которое специализируется на атаках на основе духа. Объяснил Каллинсон. В его голосе был ясно слышен оттенок страха, когда ледяная холодность перетекла из яйца в ладонь укоротителя зверей. Слова Каллинсона были как музыка для ушей Нияня, летающий маунт типа дракон. Как он мог не быть взволнован? Пожалуйста, вы лупите его для меня, нетерпеливо сказал Ниянь. Каллинсон положил руку на яйцо. Вскоре после этого скорлупа раскололась, и из яйца выскочил маленький бледно-белый дракон. Он упал на землю с глухим стуком, после чего малыш покачал головой, затем посмотрел на Нияня. Когда они встретились взглядами, между человеком и драконом возникла связь. Ниянь заметил, что рядом с темнокрылым драконом появилась вторая прорезь для летающих маунтов. Как и темнокрылый дракон, призрачный дракон также был шестого ранга при рождении. Призрачный дракон был также летающим маунтом с атрибутом тьмы. Ниянь почувствовал неудержимую головную боль. У темнокрылого дракона уже был бездонный живот, теперь ему нужно было кормить другого дракона. Ниянь отдал призрачному дракону свой первый приказ, он быстро увеличивался до тех пор, пока не стал примерно того же размера, что и темнокрылый дракон, когда тот был на шестом уровне. Однако, в отличие от дракона темного крыла, он не был покрыт чешуей. Скорее, его тело было бледным и полупрозрачным, как у призрака. У призрачного дракона не было высокой защиты. Его физические атаки также были слабыми. Однако его магическая сила более чем восполняла это. На шестом уровне у призрачного дракона уже было два навыка атаки, основанных на духе. Описание монстров мабов. Вой духа наносит атаку страхом всем окружающим врагам. Духовное овладение. Захватывайте тело целевого летающего маунт на срок до трех минут. Навык заканчивается, если хозяин умирает. Восстановление. Один час. Летающие маунты с навыками были редки, составляя всего 10% всех летающих маунтов. Например, темнокрылый дракон получил свой первый навык только после достижения восьмого ранга. Большинство летающих маунтов полагались на свои мощные тела. Но это не относилось к призрачному дракону. Как и вермил Леон Горуда, он полагался на свои навыки. Будь то призрачный дракон или вермил Леон Горуда, оба никогда не появлялись в предыдущем временном графике. Там также не было никакой информации о них в интернете. Эти виды летающих маунтов явно были созданы для того, чтобы стать тайными козырями своих хозяев. Когда они появятся в первый раз, они определенно полностью застигнут врага врасплох. Вспоминая вермил Леон Горуд корпорации Ангела, выражение лица Ниэня потемнело. Рано или поздно он планировал дать им почувствовать вкус их собственного лекарства с помощью своего нового призрачного дракона. Воздушные силы племени невероятных людей отстали от корпорации Ангела. Ниэнь хорошо знал об этом. Вот почему он повел атаку на уничтожение летающих скакунов противника. Летающие маунты, такие как его темнокрылый дракон и бессмертный феникс Яя, которые были восьмого ранга, могли уничтожить летающих маунтов врага и ослабить некоторое давление, которое испытывали его товарищи по гильдии. Он знал, что эта цель была слишком тяжела, но что еще юноше оставалось сделать. Однако, попав в подобную засаду, Ниэнь не будет действовать так же небрежно, как прежде. Он должен был быть немного более бдительным. Молодой человек вынул ядро жизни тьмы и бросил его призрачному дракону. После того, как вылупился призрачный дракон, он немного отошел от Ниэня. Его лояльность была не очень высокой. Однако, увидев ядро жизни тьмы, глаза призрачного дракона загорелись. Он немедленно открыл рот и съел неожиданное угощение. Призрачный дракон оказался более умным, чем темнокрылый дракон. Ниэнь думал о том, что НПЦ маги обычно умнее, чем НПЦ воины. Похоже, это правило было применимо и к летающим маунтам. Летающий маунт магического типа, подобный призрачному дракону, обладал большим интеллектом, чем силовик, подобный темнокрылому дракону. Чем выше интеллект, тем сложнее было повысить его лояльность. Ниэнь мог потратить время на создание связи с призрачным драконом. Ниэнь отозвал призрачного дракона в свое хранилище для питомцев. Теперь у него было два верховых дракона. Получить летающих маунтов типа дракон было невероятно сложно. Даже до сих пор у племени невероятных людей было всего несколько человек, которые справлялись с этой задачей. С другой стороны, питомцы-драконы были немного более простыми в получении. Было достаточно пройти несколько квестов высокого уровня, которые давали подобное яйцо в награду. Ниэнь вспомнил определенный квест, который он не смог выполнить в своей прошлой жизни, застряв на полпути. Юноша был слишком слаб. Теперь молодой человек мог закончить этот квест с легкостью. Провал этого квеста был одним из самых больших сожалений Ниэня. Особенно после того, как он узнал о другом Вори, который выполнил его и получил драконье яйцо в качестве последней награды. Однако это время не было полной тьмой. Эти несколько лучей света было невозможно забыть. Ниэнь чувствовал тепло в своем сердце. Если бы не то, что выяснилось в этой жизни, он никогда бы не узнал, сколько Сия сделала для него в его прошлой жизни. Поехали, молодой человек повернулся к Сия. Ладно, Сия кивнул. После прощания с Коллинсоном они покинули зоомагазин. Они направились через точку перемещения Колора и телепортировались обратно в Акарон. После возрождения темнокрылого дракона голоса, сомневающиеся в отношении Ниэня на форумах, были заглушены. Они были шокированы тем, что темнокрылый дракон вернулся на вершину рейтинга летающих маунтов. Теперь у племени невероятных людей было два летающих маунта восьмого ранга. Обсуждение переместилось на такие предметы, как кристаллы желания и кристаллы воскрешения, предметы, которые могли бы оживить павшего летающего маунта. Будучи лидером гильдии племени невероятных людей, Ниэнь мог бы сравнительно легко получить один из них по сравнению с другими игроками. Чуть дальше по списку летающих маунтов был еще один новичок, призрачный дракон. Хотя и не восьмого ранга, на своем шестом ранге он все же был лучше, чем большинство. Никто не знал, кому принадлежал этот летающий маунт. Их коллективное любопытство было серьезно задето. Темнокрылый дракон и призрачный дракон были горячей темой для разговора. Война в небе была такой же важной, как война на земле. Многие люди изначально полагали, что корпорация Ангела обладала превосходящей воздушной силой после первого обмена. Но, возможно, они были неправы. Они не только не смогли убить темнокрылого дракона, хотя считались другими игроками превосходящей силой в небесах, но и помогли врагу, став катализатором для продвижения бессмертного феникса к восьмому рангу. Ангутянши получил известие о возрождении темнокрылого дракона. Он ударил кулаком по подлокотнику и вскочил на ноги. Из ушей лидера корпорации Ангела, казалось, исходили пары, а выражение лица было мрачнее тучи. Они не только оказались на грани потери армии, но и своими руками преподнесли врагу прекрасные преданные. Даже не упоминая о том факте, что они пожертвовали таким количеством летающих маунтов, не убив темнокрылого дракона, они также помогли племени невероятных людей получить еще одного летающего маунта восьмого ранга. Это действительно было похоже на поливание соли на открытую рану. Корпорация Ангела направила большую часть своих воздушных сил в Акарон. Несмотря на то, что они пользовались численным преимуществом, они все равно были вынуждены терпеть убытки за проигрышем, не сумев добиться реальной победы. Особенно их летающие маунты низкого ранга сильно пострадали. Ангутянши бесконечно раздражен. Битва в Акароне временно затихла. Несмотря на то, что армия корпорации Ангела не отступила, они не собирались атаковать в ближайшее время. Что касается Империи Сатрин, племя невероятных людей заняли девять цитаделей. Они использовали их как точку опоры, из которой начали выстраивать свою линию обороны. Потребовалось время, чтобы настроить это, поэтому ситуация временно замерла, поскольку обе стороны нашли время, чтобы отдохнуть и реорганизоваться. Война не закончится в ближайшее время. Таким образом, ни одна из сторон не беспокоилась о потере города или территории. Скорее, они сосредоточились на долгосрочной перспективе, медленно наращивая свои силы. В то время как темнокрылому дракону все еще приходилось выздоравливать, бессмертному Фениксу нужно было повзрослеть до полной силы летающего маунта восьмого ранга. Другими словами, ни один из них не будет сражаться в ближайшее время. Пока что в Аккороне ничего особенного не происходило. Даже если что-то случится с Гухуа и двумя сотнями других членов мозгового блока, которые будут оказывать помощь, а также с тем фактом, что с Нианем можно связаться в любое время, проблем не будет. Нианем решил, что это хорошая возможность помощь Сия получить последний кусок ее легендарного сета. Важность святого магистра для гильдии не нужно было упоминать. Если бы она также носила мощный легендарный сет, это определенно был бы худший кошмар корпорации Ангела. Сия, расскажи мне о своем квесте. Мы попробуем получить этот последний кусок вместе, сказал молодой человек. Хорошо. Я уже выполнила большую часть квеста. Это только последняя часть, на которой я застряла. Это слишком сложно. Около часа, все, что мне нужно, чтобы выполнить все предварительные части квеста. Но когда я добираюсь до последней части, я не могу понять, как достичь хоть какого-нибудь прогресса, сказала Сия. Услышав, что Ниань собирается помочь ей с квестом, девушка была взволнована. Прошло слишком много времени с тех пор, как они последний раз играли вместе. Тем не менее, девушка также поняла, что класс Нианя больше подходит для соло-занятий. Если они будут постоянно вместе, это будет только тянуть парня вниз. Поэтому девушка обычно старалась не беспокоить его. Просто позволь мне выполнить последнюю часть квеста, сказал Ниань. После выполнения множества квестов высокой сложности, он был довольно уверен в себе. Они вышли из-за корона и вошли в пустыню. Найдя укромное место, они вызвали своих летающих маунтов и улетели к северной горной цепи великих лугов Абернати. Множество различных квестов привело игроков в великие луга Абернати. Это было одной из причин, почему Акарон был таким шумным. Тем не менее, Ниань никогда не рисковал заходить так далеко на север, главным образом потому, что северная горная цепь была известной опасной зоной. Для большинства игроков это была просто страшная история, но те немногие, которые посетили ее, могли засвидетельствовать, насколько это было страшно. Призрачный дракон и бессмертный феник слетели по небу. Они были так быстры, как молния, пронзая своими телами воздух. Ниань сел на спину призрачного дракона. Он посмотрел вниз на обширную горную цепь, покрытую туманом. Призаж выглядел довольно загадочным. В этот момент молодой человек заметил черные точки, которые затмили небо на расстоянии, быстро увеличиваясь в размерах. Они направлялись прямо к ним. Там были десятки тысяч. Сердце Нианя трепетало. Независимо от того, какое существо пролетело над таким количеством, они определенно были бы уничтожены. Когда черные точки становились все ближе и ближе, Ниань смог разглядеть их внешность. Они были гигантскими птицами. Стервятники. Молодой человек приказал своему призрачному дракону не атаковать и использовать свое драконье могущество. Неважно, как близко они к тебе подходят, не атакуй. Сказала Сия. Это был не первый раз, когда она сталкивалась с этими стервятниками. Однажды девушка совершила ошибку, напав на них и чуть не умерла, когда тысячи роились на ней. Она быстро усвоила урок, никогда больше не осмеливаясь действовать так безрассудно. Ниань заставил призрачного дракона выпустить свою ауру дракона. Десятки тысяч теневых стервятников пролетели мимо, когда небо потемнело. Все они были шестого ранга. Один стервятник за другим пролетал мимо призрачного дракона. Некоторые задержались и уставились на Нианя, выглядя так, словно собирались атаковать. При обычных обстоятельствах окруженный таким количеством стервятников, молодой человек определенно попытался бы атаковать первым, а не быть вынужденным перейти в пассив. Однако услышав предупреждение Сия, он контролировал себя. Призрачный дракон издал агрессивный рев, но атаковать не стал. Через некоторое время теневые стервятники поняли, что с призрачным драконом нельзя шутить, и отступили. Ниань посмотрел на Сия. Девушка и ее бессмертный феникс восьмого ранга также отпугнули теневых стервятников. Жестокая битва не началась, хотя он этого ожидал, Сия объяснила. Эти теневые стервятники, падальщики, обычно они не атакуют существ, способных дать отпор, но у них также есть менталитет стада. Если ты нападешь на одного из них, они все будут атаковать тебя в ответ. Такого рода информацию нельзя найти в интернете. Это должно было быть изучено через многократную жизни смерть и опыт. Можно представить, со сколькими опасностями встретилась Сия, пытаясь выполнить этот квест. Призрачный дракон последовал за бессмертным фениксом из стада теневых стервятников. Оглядываясь назад, они были как черное облако, уходящие все дальше и дальше. Ниань вздохнул с облегчением. Если бы он принял меры против них, последствия были бы катастрофическими. Сия уставилась на горы внизу. Заметив что-то мгновением позже, она повернулась к Нианю, она здесь, давай спустимся. Бессмертный феникс и призрачный дракон постепенно спустились, погрузившись в море облаков, прежде чем приземлиться на открытой местности. Они спрыгнули вниз и отозвали своих летающих маунтов перед тем, как войти в лес. У деревьев было много ветвей в длину, а земля была покрыта ежевикой. Чтобы легче было передвигаться, Сия сняла плащ, волосы тут же распустились по плечам. Белые одежды, которые она носила, излучали святую ауру, усиливая и без того божественную ауру, исходящую от фигуры девушки. Увидев светлое лицо Сия и соблазнительные губы, Ниан почувствовал, как его сердце замерло. Даже после всего этого времени все было так же, как когда он впервые увидел девушку. Чувства молодого человека никуда не исчезли. Скорее они становились сильнее с каждым днем. Сия чувствовала себя самой счастливой девушкой в мире, когда Ниан сопровождал ее в процессе выполнения квеста. Она болтала с парнем о вещах, которые испытала, проходя это занятие. Опасности в игре могут привести к тому, что сердце человека станет более устойчивым. Даже если бы они столкнулись с опасностью, опытные игроки все равно могли сохранять спокойствие. Ниан мог ясно сказать, что Сия изменилась со времени их обучения в старшей школе, но он не мог выразить это словами. После участка леса они столкнулись с несколькими племенными деревнями. Вокруг было много человеческих силуэтов. Следи за своими шагами, местность вокруг заполнена ловушками, сказала Сия. У нее все еще оставался затаенный страх после предыдущего опыта прохождения этого задания. Только путь, которым она шла перед ней и ним, был безопасен. Везде вокруг было полно опасности. Когда мы пришли сюда только что, я заметил, по крайней мере, десять ловушек высокого уровня. «Как ты нашла этот путь?» Спросил молодой человек. «Я наблюдала издалека в течение длительного времени. Я заметила пути, по которым пошли люди из деревни, когда они выходили на охоту. Так и определила», — объяснила Сия с улыбкой. Нианю смехнулся. «Похоже, Сия придумала немало хитрых трюков, чтобы пройти этот квест. В этих племенных деревнях только энпицы бродят вокруг них. Их уровни варьируются, но все в полной броне и действительно сильны. В прошлый раз, когда я пришла сюда, я убила одного из них, и моя преступная репутация мгновенно возросла на 300 очков. Мы не можем бороться с ними, и они не позволят нам просто так проникнуть в деревню. Они будут бить тревогу, если мы это сделаем, и окружат нас», — объяснила Сия, вспоминая свои многочисленные мучительные попытки. «Ты нашла способ проникнуть в центр деревни?» — спросил молодой человек. «С тех пор, как Сия добралась до последней части квеста, это означало, что она уже преодолела все эти препятствия». «Да», — кивнула девушка. «Тогда бери на себя инициативу, я буду следовать за тобой», — сказал Нианю. «Если уж маг мог проникнуть внутрь, ему, как вору, было бы еще легче». Лицо Сия неловко застыло. «А в чем дело?» — спросил юноша. «Я вошла, используя мгновенное перемещение», — ответила Сия. «А, я понимаю», — усмехнулся молодой человек. «В таком случае, ты прокрадешься первый. Я тебя догоню». Улица, ведущая в деревню, была заполнена охранниками. Даже Нианю будет трудно незаметно пробираться туда, не говоря уже о Сия. «Хорошо», — кивнула девушка. Она была уверена, что Нианю мог легко проникнуть в деревню. «Покажи мне, как ты туда проникаешь», — сказал юноша. Он хотел увидеть, как Сия переместится в деревню. Сия смотрела на свое окружение, постепенно изменяя свое положение, пока она не была полностью удовлетворена. Девушка наблюдала за движениями НПЦ, ожидая, пока они достигнут определенной позиции. Ровно через пять секунд она двинулась вперед. Она показала себя, еще одна секунда, и охранники наверняка заметят девушку. Ниань мгновенно покрылся холодным потом, наблюдая за Сия. В этот момент охранники пересеклись, и Сия оказался в их слепом пятне. Сия мысленно следил за временем. Три секунды спустя она дважды использовала мгновенное перемещение и подошла к стене в семи метрах от себя. Когда охранники перевели взгляд на деревню, они увидели этот конкретный угол стены. Два охранника заблокировали путь впереди. На мгновение они отвернулись, и Сия снова переместилась позади них. Еще две секунды патрульные охранники на расстоянии посмотрели. Слишком поздно. Она отлично позиционировала себя позади крепких охранников. Двое охранников внезапно почувствовали что-то и повернулись, чтобы посмотреть за ними. Опять слишком поздно. Сия уже давно ушла. Не видя ничего подозрительного, они повернули головы назад. Охранники бы никогда не подумали, что кто-то был за ними только минуту назад. 290-280-220-208. Координаты Сия менялись каждые несколько секунд. Ее мысленно намеченный путь постепенно проявил себя. Ниянь наблюдал за девушкой издалека. Ей не потребовалось много времени, чтобы добраться до самой глубины деревни. Скорость Сия была впечатляющей. Со своей точки зрения он мог видеть каждый шаг процесса. Она нашла каждую слепую точку, ни разу не позволив охраннику увидеть себя. Это был особый трюк, который подхватила Сия. Для неподготовленного глаза это может выглядеть легко. Но малейшая ошибка может привести к катастрофе. Это требовало превосходной пространственной осведомленности и способности наблюдения. Что еще больше усложняло ситуацию, так это то, что пути охранников не были полностью идентичны. Таким образом она должна была быть готова адаптироваться на лету. Через 10 минут Ниянь потеряла девушку из виду, поскольку она благополучно нашла свой путь вглубь деревни. Ниянь вошел в скрытность и направился к деревне. Продвинувшись на 10 метров он медленно приблизился к охраннику самого высокого уровня в окрестностях. Когда он был примерно в 4 метрах охранник что-то почувствовал и огляделся, Ниянь медленно отошел на шаг назад. Не найдя ничего, охранник вернулся в пассивное состояние 3,7 метра. Ниянь отметил эту дистанцию. До тех пор, пока он держится хотя бы на таком большом расстоянии от охранников, парень будет в полной безопасности. Молодой человек ускорил темп. Хотя он быстро продвигался вперед, но все время держался на безопасном расстоянии в 3,7 метра от охранников. Постоянно поворачиваясь, он пролетел мимо. Молодой человек не допустил ни малейшей ошибки. Три минуты спустя Ниянь заметил Сия. Она стояла у входа в пещеру у края утеса. Эта деревня была построена на вершине утеса. Ниянь задавался вопросом, куда ведет эта пещера. Молодой человек снял скрытность, оказавшись рядом с Сия. Уже здесь, Сия была удивлена. Она следила за юношей. Он не начал двигаться, пока Магесса не прошла половину пути, и все же он прибыл буквально через несколько минут после нее. Однако, подумав, девушка поняла, что ничто, с чем имел дело Ниянь, не должно было становиться сюрпризом. «Мы уже на месте?» спросил молодой человек. «Нет, до этого еще далеко. Мы должны убрать всех монстров и пройти через эту пещеру, которая приведет нас к озеру. Там нам придется взять небольшую лодку на другую сторону. Кладбище там – наш конечный пункт назначения», сказала Сия, что нас там ждет. Снова поинтересовался Ниянь, огромный паук. Он построил свое гнездо на кладбище и питается трупами. Люди племени считают его богом. Поэтому они регулярно доставляют своих мертвецов туда, чтобы накормить его. «Это демонизированный лорд 180 уровня», сказал Сия. «Последняя часть ее легендарного набора была расположена на кладбище. Если бы девушка хотела его приобрести, у нее не было бы иного выбора, кроме как встретиться с этим грозным противником. Тем не менее Сия совершенно не была ему противником. Это похоже на работу для вора», усмехнулся Ниянь. «Выхватывать вещи, оставаясь незамеченными, было его специальностью. Лицо Сия загорелось, ты должен быть осторожен. Это будет действительно сложно. Я уже умерла три раза и свела прогресс в ноль». Ниянь погрузился в молчаливое раздумывание. Со снаряжением и навыками Сия что-то, что могло даже ее заставить чувствовать себя беспомощной, определенно не было простым. Он решил пойти туда и посмотреть для начала все лично, чтобы не выставил себя дураком, пытаясь выпендриться перед девушкой. Как обычно, Сия шла впереди. У нее был способ пройти через пещеру. Ниянь следовал за девушкой. Зловещая пещера была заполнена опасностью. Демонические звери с атрибутом тьмы могут прыгнуть на вас из ниоткуда. Когда Сия ступила в пещеру, к нею стремились три тени. Девушка помахала своим посохом. Шар света сформировался в ее ладони и вспыхнул со слепительным блеском. Три тени были ослеплены. Через несколько мгновений они восстановили свое зрение, но Сия уже нигде не было видно. Ниянь присматривал за Сия в пещере, наблюдая, как она уходит от опасности. Он увидел три тени, яркий свет, а потом ничего. Больше не было никаких следов Сия. Прождав около десяти минут, Ниянь вошел в скрытность. Тени в пещере были демоническими тенями, чрезвычайно быстрыми монстрами с мощными физическими атаками. Большинство было около 160 или 170 уровней. Некоторые были 180 или 190 уровней. По большей части они были обычными монстрами, и только иногда появлялось несколько элитных монстров. Ниянь наблюдал за их шагами, когда он осторожно пробирался мимо монстров. Даже при том, что там было так много монстров, пройти сюда не составит труда, так как он был вором. Для святого мага, с другой стороны, было бы невероятно трудно пройти здесь без единой царапины. Их самая безопасная стратегия заключалась в том, чтобы убрать всех монстров перед наступлением. Продвигаясь вперед, Ниянь не заметил никаких трупов на земле. Он понятия не имел, как Сия избегала теневых демонов. Сия была изначально очень умна. Играя в святого мага так долго, зачищая подземелья с другими экспертами гильдии, вместе с руководством Нияня, она отточила свои навыки до чрезвычайно высокого уровня. На самом деле, девушка уже давно заняла место святого мага номер один в племени невероятных людей. Ниянь слабо улыбнулся, думая об этом. Пройдя через множество узких извилистых туннелей, путь вперед открылся. Это выглядело как целый мир. Это место было наполнено энергией тьмы. Пройдя по клочку травы, Ниянь прибыл на край большого озера. Вода была абсолютно черной, а поверхность мертвенно спокойной. Достигнув берега озера, Ниянь наконец встретился с Сия. Нам нужно туда переплыть, спросил молодой человек. Глядя вдаль, можно было увидеть, что поверхность озера была покрыта туманом. Не было никакой возможности увидеть другую сторону. Сия покачала головой. Там есть монстры. Плюс вода ядовита. Мы будем получать постоянный урон, если сделаем это. Не существует никакого способа безопасно преодолеть этот водоем. Тогда что мы будем делать? Есть маленькая лодка, которая ходит взад-вперед через озеро. Нужно просто немного подождать. Ниянь и Сия сели перед берегом. Они поболтали, чтобы скоротать время. Кажется, Танья влюблен. Он отправляет новый букет цветов в Purple Pearl каждый день. Она, вероятно, уже раздражена до смерти, сказала Сия. Это была самая горячая сплетня в гильдии за последние несколько дней. Лицо всплыло в голове Ниян. Purple Pearl был алхимиком в племени невероятных людей. Одна из лучших, на самом деле, гроссмейстер. Танья научился собирательству. Каждый раз, когда он отправлялся в пустыню, он собирал какие-то лекарственные растения высокого уровня и передавал их алхимикам в гильдии. Вероятно, так они и встретились. «Думаешь, у Танья есть шанс?» Спросил молодой человек. Он был очень обеспокоен этим своим братом. Ниян надеялся, что Танья сможет оторваться от проклятия своей прошлой жизни и найти настоящую любовь. Это было то же самое болезненное воспоминание, которое преследовало его много раз. Танья влюбилась в сопровождающего в баре, который он часто посещал, прекрасно понимая, насколько она переменчива. Эта женщина должна была быть обвинена в его смерти так же, как Лю Тиньши. К счастью, Лю Тиньши уже был мертв. Та же участь больше не могла постичь его друга в этой жизни. Лучше позволить миражу того другого мира исчезнуть совсем. Свиньи полетят в небо, прежде чем он ее поймает. Она явно не член его лиги, хихикнула Сия. Ах, только не снова, лицо Нияня помрачнело. С тех пор, как они были молоды, Танья всегда искал самых завораживающих красавиц, и его снова и снова отвергали. Казалось, что на этот раз не будет по-другому. Почему ты так мало веришь в Танья? Дело не в том, что я не уверен в нем, но парень изо всех сил старается отнять у меня то малое доверие, которое я испытываю к нему. Всякий раз, когда он видит красотку, его первая голова закрывается, а вторая берет на себя управление. Ты слышала, как он пытается подкатить к девчонкам? Это заставляет меня хотеть удариться головой о стену. Похоже, ты эксперт. Ты действительно так хорош в съеме красоток? Спросила Сия с сомнительным выражением лица, положив ладони на талию. Э, как разговор сместился на меня. Ниянь неловко кашлянул и сказал с улыбкой, хихи. Просто притворись, что я ничего не говорил. Двое продолжали подшучивать друг с другом. В конце концов, силуэт лодки появился в тумане и медленно приблизился к берегу. Это здесь, сказала Сия. Сердце не яня затрепетало. Взглянув вперед, он увидел пустую лодку, медленно плывущую, как призрак в тумане. Это было довольно жутко. Лодка двигалась сама собой. Если бы не Сия, идущая впереди, он, вероятно, потратил бы немало усилий, пытаясь добраться до другого берега. Лодка все ближе и ближе подходила к берегу. Но слаборазличимая, почти прозрачная фигура стояла на носу. Капитан. Его внешность было невозможно разобрать. Единственными отличительными чертами были его руки, держащие весла. Этот дух выглядел так, будто мог исчезнуть в любой момент. Ниянь схватился за рукоять своего кинжала, задаваясь вопросом, должен ли он убрать этого призрака. Но Сия схватила его за руку и покачала головой. Нам нужно, чтобы он перевез нас на другую сторону. Сия привела Нияня к лодке. Они осторожно переступили через борт и сели посередине. Призрак поднял голову и посмотрел на них смутным выражением лица. Затем он опустил голову и начал грести. Нияня смотрел призрака с помощью непостижимого озарения. Потерянная душа уровенью. Здоровье. 101 тысяча. У призрака была нулевая сила атаки. Даже самый слабый игрок может убить его. Но это, вероятно, означает конец этого квеста. Лодка медленно двигалась по поверхности озера, разбивая носом туман. Они путешествовали по озеру в течение 20 минут, густой туман закрывал им глаза. Конечно же, если бы Нияня убил этого призрака, они были бы полностью потеряны. Посмотрев на воду, он понял, что видит дно озера, где росли водные растения. Это озеро совсем не было глубоким. Впереди мерцал золотой свет. Казалось, что он идет со дна озера. Что там, спросил молодой человек, он непроизвольно задумался о сокровище. Сундук с сокровищами. Примерно через 3 минуты мы сможем его увидеть. Я не пыталась открыть его из-за водных демонов, скрывающихся в озере. Плюс лодка не будет ждать нас. И с тем, насколько густой туман здесь, мы довольно быстро потеряем лодку из поля зрения. Мы также не можем использовать наши телепортационные предметы. Поэтому нам придется открыть его за минуту или две или потерять из виду лодку и умереть, объяснила Сия. Ниянь посмотрел на свои области для питомцев. Здесь нельзя даже вызвать своих летающих маунтов. Им-им-им, кивнула девушка. Тебе известно, какого ранга этот сундук с сокровищами? Спросил молодой человек. Нет, я не смогла хорошо рассмотреть. Слишком много растительности блокировало мой взгляд, покачала головой Сия. Ниянь начал сравнивать скорость лодки с его собственной скоростью плавания. Ты планируешь открыть его? Спросила девушка. Да. Я хочу попробовать, кивнул Ниянь. Это действительно опасно, сказала Сия обеспокоенным тоном. Поскольку система разместила там сундук с сокровищами, это, естественно, означает, что люди могут открыть его. Значит, это не должно быть невозможным, верно? Усмехнулся молодой человек. Риск и награда шли рука об руку. Слишком много людей в Цанвецтеон имели склонность к риску. Если они никогда не выйдут из своей зоны комфорта, они всегда будут томиться среди посредственностей. Он не хотел становиться кем-то таким. Чем больше опасность, тем больше награда. Сия знал, что, как только Ниянь что-то задумал, его уже не остановить. Хорошо, просто будь осторожен, сказала девушка. Не беспокойся. Просто подожди хороших новостей, уверенно сказал юноша. Он посмотрел вперед и измерил расстояние от лодки до сундука. Затем молодой человек использовал навык прыжка и перемахнул по воздуху около 30 метров, прежде чем погрузиться в воду. Как только Ниянь вошел в воду, он активировал навык подводного дыхания. После чего юноша стремительно направился к сундуку с сокровищами. Он лежал на дне озера, сверкая золотым светом. Поскольку подводная растительность была слишком густой, юноша едва мог прорваться сквозь нее. Времени было мало. Молодой человек нырнул глубже. Еще когда Ниянь был ребенком, он все время плавал. У него была определенная техника, и теперь, когда парень был более физически здоров, а также обладал способностью к плаванию, то и проблем с этим у него не было. Плюс с навыком подводного дыхания он был как рыба в воде. Примерно через 30 секунд Ниянь наконец достиг сундука. Стоя на дне озера, он оттолкнул водоросли, обнажая сверкающий золотой сундук. Он был наполовину похоронен в Иле. Внешний вид сундука с сокровищами был совершенно уникальным, покрыт серпантиноподобными узорами с трезубцем, выгравированным на замке. Это был сундук суп легендарного ранга. Ниянь не был разочарован. Хотя он, конечно, надеялся на легендарный сундук, это тоже было хорошо. Молодой человек смотрел на свое окружение. Вода была очень спокойной. Он не обнаружил ни одного из водных демонов, о которых говорила Сия. Если бы Ниянь задержался здесь слишком долго, монстры, вероятно, обнаружили бы его присутствие. Давай-ка быстро откроем этот сундук. Ниянь присел и начал взламывать замок. Открытие сундука. Прогресс. 3%, 7%, 36%. Время медленно отсчитывало время. Ниянь был немного взволнован. Он надеялся, что ни один монстр не прервет его. Пожалуйста, просто позволь мне открыть этот сундук с миром. Молодой человек поднял голову. Внезапно он заметил несколько силуэтов, быстро плывущих к нему на расстоянии 10 метров. Водные демоны. Они были здесь. Ниянь нетерпеливо уставился на индикатор открытия сундука. Он уже достиг 78%. Если бы он был прерван здесь и сейчас, вся эта работа была бы напрасной. После обнаружения нарушителя, водные демоны испустили пронзительные крики, которые звучали как соскоп травы. Было очевидно, что они предупредили других. Водные демоны плыли со всех сторон. Вскоре более дюжины двигались, чтобы окружить Нияня. У молодого человека оставалось еще секунд 8, чтобы сундук наконец был открыт. Это был критический момент. Водные демоны были как мухи, которые уловили гниющее мясо. Они напрямую устремились к Нияню. Дерьмо. Юноша собирался сдаться в открытии сундука и вернуться на поверхность, когда услышал громкий взрыв. Оказалось, что лодка проходила прямо над Нияним. Заметив, что он в опасности, Сия выстрелила в воду. Шар света несравненным светом озарял все дно озера. Окунувшись в святой свет, водные демоны испустили печальные крики и отступили назад. Ниянь вздохнул с облегчением. Он воспользовался возможностью, чтобы продолжить открывать сундук. Бенг. Шар света взорвался, превратив окрестности в белый мир. Это было заклинание святого мага «Сияющий взрыв». Ослепительный блеск полностью дезориентировал водных демонов. Ниянь также был ослеплен, но он не нуждался в глазах, чтобы взломать замок. Достаточно было, чтобы только его руки держались за замок, таким образом сохраняя умение активированным. Щелк. Крышка сундука открылась. Лицо молодого человека сияло от радости. Он сунул руку и схватился за круглый предмет, похожий на ожерелье. В спешке Ниянь бросил находку в свою сумку. Чем бы то ни было, юноша быстро поплыл обратно на поверхность. Свет заклинания сия постепенно угас. Молодой человек мог чувствовать демонов, быстро приближающихся к нему, когда он ощущал холодную воду, текущую по его лицу. Похоже, избежать боя с этими водными демонами теперь невозможно. Ну что ж, тогда подходите. Ниянь сжал кровавый кинжал, готовый встретить врага в лоб. Капитан-призрак все еще спокойно управлял лодкой, не обращая внимания на то, что происходит под водой. У него было нулевое сознание. Капитан был всего лишь бессознательным духом, проклятым, чтобы вечно грести на лодке через озеро. Сия попыталась остановить его, но ничего не получалось. Даже малейший толчок может привести к тому, что его здоровье упадет до нуля, и капитан исчезнет, из-за чего она застрянет в своем квесте. Лодка быстро оставляла Нияня позади, Сия с тревогой оглядывался на него. Ниянь быстрее, иначе будет слишком поздно, вскрикнула девушка в тревоге. Туман начал скрывать парня от ее глаз, немного дольше, и у Нияня не будет возможности найти лодку даже над поверхностью воды. Худший приходит к худшему. Ей придется убить призрака, а затем повернуть лодку назад, чтобы спасти любимого. Что касается того, что произойдет после, Сия понятия не имела. Давай-давай, Сия начала молиться. Ниянь почувствовал, что его положение быстро поворачивает на юг. Почувствовав приближающегося водного демона, юноша развернулся и безжалостно рубанул того по шее, когда они пересеклись в воде. Раздался душераздирающий вопль, заставивший его уши звенеть от боли. Его зрение стало туманным. Ментальная атака. Сердце Нияня затрепетало. Он быстро использовал иммунитет разума, от чего его голова мгновенно прояснилось. Чрезвычайное удержание. Волна энергии вырвалась, заставляя водных демонов отступать назад. Ниянь обернулся и поплыл на поверхность. Он должен был спешить, иначе лодка оставит его позади. Водные демоны не отступили после чрезвычайного удержания. Они пристально следили за Нияним, выглядя так, словно они в любой момент готовы наброситься на него. Почти готово. Молодой человек пытался плыть еще быстрее. Раздался всплеск, и он вырвался на поверхности воды. Лодка. Где была лодка? Где же она? Лодка ушла, пробормотал Ниян. Парень знал риск и осознавал опасность пропустить лодку. Его ждала только смерть. Ниян не осознавал это под водой, но наконец заметил, что вода оказывает парализующие действия. Его четыре конечности начинали чувствовать онемение. Вода не была смертельным ядом. Скорее она медленно заставляла игрока терять контроль над своим телом. Молодой человек поспешно выпил антидот высокого ранга. Он сразу почувствовал, что некоторые чувства вернулись к его конечностям. Но это не будет длиться долго. Единственный выход из этого положения – вернуться на лодке. Лодка была его единственной надеждой на выживание. Ниян, ты в порядке? Прошептала Сия. Ты хочешь, чтобы я убила призрака и направила лодку обратно? Нет, не надо. Просто скастуй освещение, сказал Ниян. Даже в этой опасной ситуации он все еще сохранял спокойствие. Сия помахала своим посохом и послала воздушный шар в воздух. Бенг. Он взорвался с ослепительным сиянием. Ниян огляделся, прежде чем заметил несколько лучей света, пронизывающих туман. Несмотря на то, что свечение было довольно слабым из-за тумана, он все же заметил это. Как можно быстрее юноша плыл в этом направлении. Несколько секунд спустя Ниян закричал в голосовом чате. Кастуй еще одно. Еще один шар света взлетел в небо. Молодой человек был рад обнаружить, что свет стал намного ярче, чем раньше. Это было доказательство того, что он приближался к лодке. Ниян ускорил тумб и плыл изо всех сил. За его спиной собиралось все больше и больше водных демонов, и никто из них не хотел бросать преследование. Они были лишь немного быстрее, чем Ниян. Если бы не чрезвычайное удержание, монстры бы давно набросились на него. Через две минуты молодой человек наконец увидел очертание лодки. Спасение. Он быстро поплыл к силуэту. Сия оглядывала озеро. Когда она услышала плеск и обнаружила, что Ниян плывет к лодке, то словно почувствовала, как сердце пытается вырваться из груди. Девушка взмахнула руками и закричала, сюда, сюда. Используя все последние силы, Ниян поплыл еще быстрее. Сия махнула своим посохом, направив залп световых шаров в направлении Нияня. Они погрузились в воду и взорвались один за другим. Ее определение расстояния было чрезвычайно точным. Все шары промахнулись по нему, но водные демоны под водой были уничтожены. Сия знала, что водные демоны не перестанут преследовать Нияня. Поэтому она использовала сияющий взрыв, чтобы помочь ему разогнать противников. Поскольку заклинания взорвались позади Нияня, волны, вызванные их взрывами, помогли ему добраться до цели еще быстрее. Еще через несколько минут он, наконец, добрался до лодки и поднялся на борт. Сия пережила американские горки эмоций за последние 10 минут. Увидев, что Ниянь благополучно вернулся на лодку, девушка крепко обняла его. Ниянь был ошеломлен. Оглядываясь назад на воду, юноша наконец осознал, что опасность, которой он подвергался, могла быть для него нормальной, но пугающей с точки зрения остальных. Поскольку квест был на грани провала и его потеря в середине какого-то озера, полностью в его власти, как могла сияне двигаться, увидев, что он вернулся целым и невредимым. Ниянь дрожал от холодной воды. Почувствовав тепло тела сия, его разум вспыхнул озорной мыслью. Парень потер руки о ее ягодице, и ощущение мягкости и гибкости тела передались через его ладони. Молодой человек усмехнулся. «Не беспокойся. С каких пор неприятности могут сдерживать меня? Я здесь в целости и сохранности, не так ли?» Почувствовав, что что ее облапали, сия взвизгнула и оттолкнула его назад. Она не ожидала, что Ниянь будет вести себя так извращенно в этой ситуации. Даже призрак был рядом с ними. Несмотря на то, что это был просто бездушный монстр, она все еще чувствовала себя очень застенчивой, а щечки девушки вспыхнули ярко-красным цветом. Ниянь чуть не потерял равновесие, стараясь изо всех сил не упасть обратно в воду. Он горько улыбнулся. «Что такое? Это было только небольшое прикосновение. Что бы ты сделала, если бы я утонул? Это бы послужило тебе уроком». Сия бросил на него осуждающий взгляд. Призрак поднял голову, чтобы посмотреть на Нияня, затем на Сия. У него все еще было пустое выражение, неспособное понять действия этих двух перед ним. Он опустил голову и продолжил грести. Сия подтвердила тот факт, что у призрака не было сознания. Только тогда она немного расслабилась. Ниянь чувствовал, что девушка все еще довольно сдержана. Только когда они оставались наедине, Сия снижала свою бдительность. Если бы присутствовал другой человек, она бы закрылась, как моллюск. Видя ее покрасневшую моську, молодой человек не мог сдержать улыбку. «Нам еще далеко», — Сия сменила тему, чтобы скрыть смущение. «Разве мы уже не на другом берегу?» С сомнением спросил Ниянь. Лодка медленно подошла к берегу. «Это не наша остановка», — Сия покачала головой. «Мы должны дольше оставаться на борту лодки». Добравшись до берега, призрак огляделся, как будто он ждал пассажиров, которые собирались взойти на борт. Через шесть минут он снова отправился в путь и медленно вернулся в туман. «Откуда ты знаешь, что это не то место?» Спросил Ниянь из подсказки Квиста. «Это загадка, но мне удалось разобраться. Нам нужно высадиться, когда призрак в третий раз пристанет к берегу», — объяснила Сия. «Эта загадка была чрезвычайно сложной, но девушке удалось медленно разгадать ее и разглядеть за словами скрытую тайну. Тогда понятно», — кивнул юноша, — «а что ты получил из сундука?» Поинтересовалась Сия. Ниянь почти забыл о двух предметах, которые он извлек из сундука сокровищами. В тот момент, когда он вытащил их из сундука, у юноши не было времени посмотреть на них, он вынул оба предмета. Один оказался черным драгоценным камнем, а другой — серебряным ожерельем, украшенным рубином. Ожерелье излучало искрящийся блеск, который привлекал внимание, как только вы увидели его. Что касается драгоценного камня, его цвет был довольно скучным, но он едва помещался в ладони молодого человека. Ниянь осмотрел ожерелье. Призрачное ожерелье Мемфиса. Специальный предмет. Свойства. Сопротивление магии разума. Плюс 220. Чистый разум. Предоставляет иммунитет к магии разума на пять минут. Перезарядка. Один день. Ниянь думал о своем собственном иммунитете разума. Хотя его продолжительность бледнела по сравнению с пятью минутами из чистого разума, его навык полностью соответствовал стилю игры молодого человека. Принципиальным отличием было время перезарядки. По сравнению с 30 секундами перезарядки иммунитета разума один день перезарядки чистого разума был слишком длительным сроком. Сия удивленно ахнула, читая свойства ожерелья. Что происходит? Ниянь спросил, пребывая в замешательстве. Думаю, я знаю, как завершить последний этап квеста. С этим ожерельем спросил молодой человек. Он понял, что это, вероятно, сыграло решающую роль в этом квесте. Угу. Сия кивнула. С этим умением чистого разума этот толстый паук не может атаковать меня своими ментальными атаками. Толстый паук? Ниянь расплылся в улыбке. Сундук с сокровищами в поле зрения, но так далеко. Их часто помещали таким образом, когда они были связаны с квестом, казалось бы, просто вне досягаемости, но содержали жизненно важные элементы для прогресса. Во многих случаях, как юноша предполагал, и здесь это означало разницу между успехом и провалом. Поскольку у Сия был план решить последний этап квеста, у Нияня стало меньше беспокойства. Он чувствовал некоторую нерешительность, чтобы участвовать в квестах, связанных с наборами снаряжения высокого уровня. Если бы удача была на его стороне, юноша мог бы помочь Сия получить последнюю часть комплекта. В противном случае он может привести к провалу квеста. Худший приходит к худшему, у него не будет иного выбора, кроме как вмешаться и проверить свою удачу. Но так как девушка придумала решение, было бы лучше, если бы она сама его выполнила. Ниянь передал ожерелье Сия. Ты уверена, что завершишь это своими силами? Да. Сия энергично кивнула. Она уже провалилась три раза. Две последние попытки, она провалилась с финишной чертой в поле зрения. Это последнее препятствие удерживает девушку от успеха. Это ожерелье может помочь Сия перешагнуть через него. Тогда я оставлю это тебе, улыбнулся молодой человек. Второй предмет был драгоценным камнем. Ниянь проверил и его свойства. Описание предмета. Камень демонического царства. Специальный предмет. Описание. Камень из отдаленного царства демонов. Откуда исходит вся энергия тьмы? Он содержит мощную энергию тьмы. В давние времена демоны украли три камня демонического царства из царства демонов. Они не ушли далеко, так как стражи царства демонов выследили их и убили. Но камни демонического царства никогда не были найдены, оставшись потерянными где-то в человеческом мире. Возможный эффект. Если оно напрямую поглощено существом с атрибутом тьмы, оно может повысить его силу, полностью преобразовав его или позволив ему прорваться на новый уровень. Это также может привести к нескольким неожиданным побочным эффектам. Ниянь нахмурился. Он никогда раньше не видел такой вещи. У этого предмета не было никакого установленного эффекта. Вместо этого заманивая благами, описание предупреждало об обратном. Первая строка пробудила его интерес. У молодого человека просто было два существа с атрибутом тьмы в его пространстве для питомцев. Перспектива увеличения их силы, полной трансформации или прямого прорыва была весьма соблазнительной. Однако последняя строчка заставила Нияня насторожиться. Если появится какой-нибудь вредоносный побочный эффект, он может потерять летающего маунта. Поразмыслив над этим, парень решил положить камень демонического царства в свою сумку. Через десять минут Ниянь и Сия в третий раз прибыли к берегу. Двое спрыгнули с лодки. Потерянная душа сделала то же самое, что и прежде. Подождала некоторое время на берегу, прежде чем оттолкнуться веслами и медленно уплывать обратно в туман. Ниянь смотрел вперед на кладбище. Большой открытый некрополь, заполненный надгробиями. Большинство сломалось пополам или рухнуло. Толстые нити паутины увивали это место, соединяясь надгробиями и одиноким деревом. Победа над этим пауком займет не менее трех часов. Ниянь, ты можешь вернуться первым. Ты здесь снова можешь использовать предметы телепортации, сказала Сия. Думаешь, насколько ты уверена в победе? Спросил молодой человек. Он не чувствовал себя спокойно, оставляя Сия в одиночестве. Я уверена на сто процентов. Не волнуйся, уверенно кивнула девушка. Ниянь на секунду задумался. Он понял, что полностью верит в Сия. Если девушка была уверена в победе над пауком и получении последней части своего легендарного сета, ему не нужно было оставаться здесь. Он только будет тратить свое время. Даже если Сия потерпит неудачу, он всегда может сопровождать ее в следующей попытке. Тогда я тебя оставлю. Иди и выполни свой квест, сказал Ниянь. Хорошо. Сия направилась к кладбищу. После приготовления она вступила в напряженную битву с жирным пауком. Сия перемещалась повсюду, а ее белые одежды мелькали по всему полю битвы. Девушка выпустила волну заклинаний по взмаху своего посоха. Паук сразу же обрушился на нее и начал мстить. Эти двое участвовали в интенсивной перестрелке. Несмотря на такое жестокое нападение, Сия оказалась полностью в своей стихии. Кажется, она в порядке, подумал Ниянь. Он активировал свиток возвращения и вскоре исчез со вспышкой света. Молодой человек вернулся в Акарон и пополнил свои расходные материалы, читая последний боевой отчет. Респлендент Блейдлайт и его команда устроили засаду на катапульты корпорации Ангела, когда их отряд направлялся из империи Сатрин в Акарон. Они уничтожили 30 катапульт и три бушетов. Без подкрепления прибытия следующей волны корпорации Ангела под стены города было отложено. Ниянь слабо улыбнулся. Блейдлайт и его команда проделали отличную работу. С самого начала войны корпорации Ангела не смогла получить ни малейшего преимущества. Племя невероятных людей больше не было гильдией, над которой можно было безнаказанно издеваться. Теперь они могут сражаться с такими гигантами, как корпорации Ангела. Что касается финансовой группы ВЕК, то их сдерживала Святая Империя и другие союзные гильдии. С падшим Ангелом, тоже сверкающим со стороны, они ничего не могли сделать, чтобы вырваться на свободу. Разведчики племени невероятных людей уже обнаружили войска корпорации Ангела и немедленно сообщили об их местонахождении Нию. Зная, что лидер гильдии, вероятно, следил за вермеллионгорудами, Ангутянши не осмелился с легкостью их демонстрировать. Он понятия не имел, есть ли у безумного разбойника метод, позволяющий справиться с этими летающими маунтами. Однако, после того, как он был врагом этого человека так долго, Ангутянши кое-что узнать о личности Нирваны Флейма. Нирвана Флейм не позволил бы вермеллионгорудам легко уйти, темнокрылый дракон не был мертв, и племя невероятных людей также имело Феникса восьмого ранга. Если бы они объединились, чтобы устроить засаду, вермеллионгоруды, вероятно, не выжили бы. Несмотря на то, что вермеллионгоруды больше не предпринимали никаких действий, стычки в воздухе никогда не прекращались, и обе стороны несли потери. Ангутянши направил больше сил в логово Феникса, чтобы получить более мощных летающих маунтов, тем самым стараясь отбиться от воздушных сил племени невероятных людей. В то же время он также ускорил их исследование в края мира. Ангутянши делал все возможное, чтобы подготовить свою сторону к долгой и ожесточенной войне. После того, как вермеллионгоруды, по-видимому, исчезли, Ниянь расслабился. Он послал команды, чтобы продолжить исследовать логово Феникса и край мира в больших масштабах. Когда дело доходило до прохождения карт высокого уровня, они не проиграют корпорации ангелов. Снаряжение Нияня достигло вершины. Никакие другие игроки не могли надеяться сравниться с ним в обозримом будущем. Его следующей целью было усиление своих питомцев, включая получение еще двух питомцев, чтобы заполнить три свободных слота для питомцев. Ниянь не поднимал уровень золотого дракончика довольно давно, поэтому тот несколько отстал. Тем не менее, его боевое мастерство было все еще чрезвычайно шокирующим, особенно в групповых сражениях. Если бы золотой дракончик использовался должным образом, он оказал бы огромное влияние на поле битвы. Если Ниянь мог получить еще двух питомцев драконов и повысить их уровень, он мог бы вызвать трех питомцев одновременно. Это было бы действительно потрясающее зрелище. Какова будет реакция Ангутянши, когда Ниянь внезапно вызовет трех могущественных драконов в середине жестокой битвы? Одно яйцо дракона было в реке судьбы в Калоре. Молодой человек знал грубое местоположение, но точные координаты придется найти своими силами. Тем не менее, как лидер гильдии племя невероятных людей, Ниянь не должен был делать много вещей сам. В этот момент боли из товаров, прокачивающихся на великих лугах Эбернате, в Калоре и Несаде, получили команду. Необходимо найти реку судьбы в Калоре. Каждый из них достал свиток возвращения и телепортировался в Калор, где игроки пополнили свои расходные материалы и отправились к реке судьбы. Ниянь дал приблизительное местоположение для поиска. Их целью было логово дракона на скале. Когда воры найдут логово дракона, он мог просто прийти туда и забрать яйцо сам. Хотя воры были всеми элитами в своих собственных правах, их нельзя было считать больше, чем обычными игроками для кого-то вроде Нияня. А так как несколько драконов будут преследовать тех, кто украл их яйца, шансы на спасение были лучше у кого-то уровня эксперта. После получения приказа Нияня, как они могли осмелиться не подчиниться, воры немедленно начали заглядывать под каждую скалу, закоулок и трещину в реке судьбы. Ниянь ожидал, что скоро получит известие от них. Тем временем он решил найти место для прокачки уровня. Примерно через три часа сия отправил Нияню сообщение. Она получила последний кусок своего легендарного набора. Несмотря на то, что набор Святой Кристины был намного ниже набора Тирана Абака, он все же оставался легендарным набором. На всем сервере количество людей со снаряжением, конкурирующим с ней, можно было пересчитать по пальцам. Бонусы от набора значительно увеличили характеристики сия. Набор также дал девушке два мощных священных навыка, одним из которых было заклинание запрещенной магии. Потратив столько усилий, сия наконец-то завершила свой легендарный комплект. Она прыгала от радости. Ниянь смотрел на свойства, которыми сия поделилась с ним. Длинный список бонусов был ослепителен для глаз. Многие из них были эксклюзивной способностью для Святого Мага, например, бонусы к Святой Силе. Только самые опытные Святые Маги могли понять сложную информацию о писании комплекта. Его внимание было сосредоточено на запрещенной магии, сияющем в Доминионе. Это заклинание бомбардировало все в радиусе нескольких тысяч метров бесчисленными сияющими взрывами. Юноша уже был свидетелем силы этого заклинания. Если бы десятки тысяч из них взорвались одновременно, можно было бы представить, что это окажется за сцена. Когда сия завершила свой легендарный сет, у Нияня было меньше беспокойства. Теперь она была похожа на него, стоящая высоко на вершине, вне досягаемости соперников. Включая Нияня, было не более десяти человек, которые могли бы сравниться с сия во всей праведной фракции. Корпорации Ангела и племя невероятных людей за последние пару дней постоянно несли внушительные потери. Большинство игроков были на поле боя. Лишь немногие успели заниматься поднятием уровней. В результате сила обеих армий практически не изменилась. Это была реальность войны, когда обе стороны просто бросали тела друг в друга. Под командованием Нияня племя невероятных людей также сражалось на экономическом фронте против корпорации Ангела, используя свой огромный капитал для скупки всех лекарственных растений и многих других сырьевых материалов, необходимых для войны, в том числе необходимых для изготовления осадных машин. Цены поднимались все выше и выше. Ради пополнения своих ресурсов у корпорации Ангела не было иного выбора, кроме как платить в пять раз больше, чем раньше. Эта ситуация просто выходила за грани разумного. И у корпорации Ангела, и у финансовой группы Век не было иного выбора, кроме как вкладывать в игру еще больший капитал реального мира, чтобы купить достаточно золота для поддержания своих тяжелых военных расходов. Это было именно то, к чему стремился Ниянь. Делая это, он, по крайней мере, оказал бы какое-то давление на финансовое состояние финансовой группы Век. Когда они потерпят поражение со всех сторон, их карманы в конечном итоге полностью истощатся. Воры, которых Ниянь отправил в долину реки Судьбы, доложили ему о результатах. Они обнаружили местонахождение логова дракона. Однако, увидев восемь взрослых драконов, охраняющих это место, игроки не посмели взглянуть поближе. Знать точное местоположение логова дракона было достаточно хорошо. Остальное Ниянь мог сделать сам. Хотя восемь драконов, защищавших это место, намного превзошли его ожидания. Казалось, что это легкое задание оказалось не таким легким, как надеялся молодой человек. Глядя на свой индикатор опыта, Ниянь был разочарован, обнаружив, что за последние несколько дней он вырос только на 5%. Эта скорость прокачки была действительно слишком медленной. Ниянь направился к магазину зелий Звездной ночи. У него редко было свободное время для посещения, поэтому юноша уже давно не был здесь. После 10-минутного путешествия, перед ним появилось большое 16-этажное здание. Магазин зелий Звездной ночи был полностью реконструирован. Это не было похоже на здание в из его воспоминаний. Белые стены были торжественными и величественными. Это было самое высокое здание во всем Калория. Многие игроки, впервые посещающие город, обязательно остановятся здесь и сделают несколько снимков. Это стало местной достопримечательностью. Перед магазином зелий Звездной ночи находилась большая, 30 на 30 метров, площадь с фонтаном посередине. Статуя вора в черном плаще стояла в центре фонтана. Его черты были скрыты плащом, независимо от того, с какого ракурса вы на него смотрели. Согнув талию, он держал в каждой руке кинжал, походя своим силуэтом на гепарда, готового наброситься на свою жертву, типичный силуэт вора. Единственными вещами, которые выделялись, были два кинжала. Кровавый кинжал и грань уничтожения. Их зловещие изогнутые клинки испускали плотные намерения убить. Каждый, кто играл в игру, мог сказать, в честь кого была установлена эта статуя. У королевском городе орков было десять статуй Энгутианши. Между тем в Калоре была только одна статуя Ниэня. Тем не менее она имела в десять раз больше славы, чем любая из статуй Энгутианши. Поскольку она была расположена перед магазином зелий Звездной Ночи, это было больше, чем просто статуя легендарного существа. Это была статуя основателя. Ниэнь построил племя невероятных людей с нуля, возведя его до Левиафана Веридейской империи, каким оно было сегодня. С точки зрения бизнеса у него был магазин зелий Звездной Ночи, который пользовался монополией на рынке зелий. Помимо должности, которую молодой человек занимал в своей гильдии или многих принадлежавших ему предприятий, большинство людей знали Нирванов Има по его личной силе. Это был человек, который никогда не терпел поражений. Имя Ниэня представляло бессмертную легенду. Многие люди с энтузиазмом рассказывали о его подвигах при каждой возможности. Увидев статую, Ниэнь невольно улыбнулся. В то время, когда Гухуа и другие предлагали построить ему статую, юноша первоначально отказался, уступив только их коллективной настойчивости значительно позднее. У них были свои причины. У корпорации Ангела были статуи Энгутианши по всему королевскому городу орков. Как племя невероятных людей может хоть в чем-то им проиграть, строительство такой статуи имело большое значение. Количество людей, которые имели право иметь свои собственные статуи в городе, было ограничено всего лишь несколькими единицами. Это был особый тип чести. Что было неожиданным для Ниэня, так это то, что эта статуя увеличила движение людей, идущих в магазин зелий Звездной Ночи. Юноша был приятно удивлен этим. Пройдя мимо своей статуи, Ниэнь вошел в магазин зелий Звездной Ночи. Интерьер можно было охарактеризовать только как великолепный. Пол был вымощен особым видом белого камня. Если бы вы смотрели на это свысока, то могли бы даже увидеть свое собственное отражение. Заглядывая дальше, можно было увидеть ряды за рядами прилавков и многочисленные полки сзади. Полки были аккуратно укомплектованы всевозможными товарами. Это был праздник для глаз. За прилавками было около 60 продавцов. Большинство из них были игроками, тогда как дюжина или около того были неигровыми персонажами. Они носили аккуратную рабочую форму и обслуживали клиентов. По всему основному залу расположились 6 зон отдыха, около 1000 мест, большинство из которых были полностью заполнены. На краю зала были два лестничных пролета, ведущих вверх. Бесконечный поток игроков шел вверх и вниз. В задней части зала был эксклюзивный проход для персонала. Ниэнь мог пройти там. Однако внезапное побуждение заставило его подняться по общественной лестнице. Даже при том, что она была просторной и достаточно широкой, чтобы рядом могла поместиться дюжина людей, было просто слишком много двигающихся туда-сюда игроков. Еще один лестничный пролет определенно не повредит. На первом этаже была торговая зона, где продавались исключительно зелья. Второй этаж был для торговли сырьем. Как и на рынке, сюда приходили всевозможные игроки, чтобы продавать свои лекарственные растения, торгуясь в цене. Это создало грязную атмосферу. 600 сотрудников оценивали лекарственные растения. После покупки лекарственных растений они будут отправлены на два уровня для сортировки, откуда они будут переправлены на один из многочисленных складов для хранения. Более 60% лекарственных растений, приобретенных магазином зелий «Звездной ночи», поступали из главного отделения в «Калория». Здесь всегда было шумно. Поднявшись еще на один уровень, на третий этаж можно было столкнуться с гораздо меньшим количеством человек. Там было всего несколько десятков человек. Обстановка была довольно спокойной. Этот этаж был намного более роскошным, чем предыдущие. Некоторые сотрудники спокойно разговаривали с клиентами. Эти люди были крупными клиентами магазина зелий «Звездной ночи». Многие представляли большие гильдии. Они, как правило, покупали большими партиями что-то, что хотели скрыть от глаз враждебных сил. Поэтому в магазине зелий «Звездной ночи» было место и для этого. Личность этих крупных клиентов была проверена сотрудниками, чтобы предотвратить попадание товаров в руки корпорации «Ангела» и финансовой группы «Век». Так как они покупали оптом, этим игроками обычно давали хорошую скидку. Большинство сделок варьировалось от сотен до тысяч золотых. Иногда они даже заключали сделки на миллионы золотых. Каждая сделка приносила тонну прибыли. Четвертый этаж и выше были закрыты для клиентов. Скорее, они были рабочим пространством для алхимиков племени невероятных людей. В главном отделении было более 800 мастерских, и несколько тысяч алхимиков работали на нее круглосуточно. Количество зелий, которые они производили каждый день, было просто удивительным. Конечно, если вы включите другие ветви, число алхимиков увеличится до 60 с лишним тысяч. Однако только лучшие из них были приглашены на работу в основной филиал. Если они присоединятся к другой гильдии, любой из этих алхимиков будет считаться драгоценным сокровищем. Они зарабатывали больше, чем щедрые награды, настолько, что большинство людей начали бы испытывать зависть, узная о ней суммы, но каждый из алхимиков того стоил. Ниянь прогуливался по этажам магазина зелий Звездной ночи. На верхних этажах он иногда шел по коридорам, глядя на мастерские с обеих сторон. Некоторые из них были оставлены открытыми, что позволило ему взглянуть на усердно работающих алхимиков. Магазин зелий Звездной ночи выплачивал заработную плату в зависимости от результатов. Чем больше зелий было сделано, тем выше оплата. Это побуждало алхимиков работать как можно больше. Многие были профессиональными игроками. Заработная плата, которую они получали здесь, была более чем достаточной, чтобы поддерживать комфортную жизнь для себя и своих семей в реальном мире. У многих даже были зарплаты, эквивалентные руководителям высокого уровня. Цанвицтеон и реальный мир слились воедино. Производственные возможности реального мира уже были высоко развиты. Уже не было необходимости во многих работниках физического труда. Однако, как много людей должны были зарабатывать на жизнь, без установленной работы они стали бы пиявками для общества. Цанвицтеон создала целый новый сектор рабочих мест, и это были профессиональные игроки. Доход, полученный от игры, позволил десяткам миллионов игроков в помощь Федерации разрешить кризис безработицы. Неудивительно, что они так сильно инвестировали в игру. При поддержке Федерации Цанвицтеон также предоставляла банковские услуги. Итак, торговля золотом была довольно оживленной. Если бы у игроков было много золота, они могли бы легко обменять его на кредиты реального мира. Цанвицтеон стала неразрывно связана с реальным миром. Именно из-за появления этой новой профессии так много людей вступили в Цанвицтеон. Конечно, число тех, кто мог заработать большие деньги, составляло небольшое меньшинство. Большинство из них могли зарабатывать только на то, чтобы едва себя поддерживать. Как и в реальном мире, чтобы совершить убийство, требовались умения и тяжелая работа. У многих простых игроков не будет иного выбора, кроме как вкладывать деньги в игру, если они хотят улучшить свое положение. Согласно данным, опубликованным Федерацией, на Цанвицтеон приходилось около 20% ВВП страны. Это было чрезвычайно шокирующее число. Неудивительно, что все крупные финансовые группы вступали в Цанвицтеон, желая получить долю от пирога. Многие вложили в игру шокирующие суммы денег, например, финансовая группа ВЕК. Примерно 25% всех их инвестиций были в игре. С недавними событиями это число даже увеличилось до 40%. По всей праведной фракции было более 3000 филиалов магазина «Зелий Звездной ночи». Не имело значения, были ли у них материальные или нематериальные активы. Все они достигли удивительных высот. Золотые буквы на входе с надписью «Магазин Зелий Звездной ночи» были напоминанием для всех. Через эти двери золото никогда не перестанет течь. Ниянь вошел в лифт. Это было просто и грубо, работая на нескольких магических кристаллах. Скорость не была чем-то особенным и, конечно, она оставалась несравнимой с реальностью. Тем не менее это было лучшее, что вы могли найти во всей Веридийской империи. Молодой человек вышел на 16-й этаж. У него был открытый план этажа со множеством рабочих столов, на которых были установлены всевозможные алхимические изделия. На работе было занято 33 человека. Эти 33 игрока составляли ядро магазина «Зелий Звездной ночи». 13 из них были алхимиками уровня «Мудрецов», а остальные 20 были алхимиками-гроссмейстерами. В праведной фракции было только 33 алхимика, достигших ранга «Гроссмейстера» или выше, и все они были заняты в магазине «Зелий Звездной ночи». Это было также одной из причин, по которой другие магазины «Зелий» не могли конкурировать с ними и в конечном итоге были поглощены. Эти высокопоставленные алхимики были величайшим достоянием магазина «Зелий Звездной ночи». Несмотря на то, что их было всего 33, эти алхимики приносили 30% прибыли бизнеса. Все 33 специалиста были и усердно работают. Никто из них не заметил ни яня. Молодой человек прошел мимо них, увидев их так глубоко поглощенными их работой, он слабо улыбнулся. Многие люди чувствовали, что работа алхимика была одинаковой. Любой мог сделать это и достичь высокого ранга. Это был просто вопрос удачи, как с успехом, так и с поиском хороших рецептов. Если бы эти сплетники и клеветники увидели эту сцену, они бы поняли, что в алхимии было нечто гораздо большее, чем удача. После того, как Бёрд закончил варить зелье, он поднял голову и заметил ни яня. Ошеломленное выражение его лица быстро превратилось в восторг. Он открыл рот, чтобы поприветствовать начальника, но ни яня опередил его, приложив к губам палец. Бёрд хихикнул, затем заговорил нормальным тоном. Не волнуйся, босс. Прежде чем они закончат свою работу, даже если молния ударит, они не заметят этого. Так зачем ты здесь? Я пришел посмотреть на модернизированный магазин, а также пополнить запасы зелий. «Ребята, у вас есть что-нибудь особенное для меня?» – сказал ни янь. Он давно слышал, что Бёрд и остальные 32 алхимика работают над всевозможными новыми зельями. «Ты пришел в нужное время. Мы недавно сделали немало новых продуктов», – Бёрд улыбнулся. «Он уже давно хотел показать эти новые творения ни яню. Новая опция открылась для алхимиков, достигших звания мудреца. Они могли исследовать свои собственные зелья и создавать рецепты. К настоящему времени более 60% продуктов, продаваемых в магазине зелий Звездной Ночи, были заменены на улучшенные версии, сделанные ими. Еще 60 различных видов зелий были изготовлены по рецептам и выпускались серийно. Можно было представить, какое влияние окажет мудрец-алхимик на магазин зелий. Пока Бёрд болтал с ни яним, остальные алхимики один за другим заканчивали свою работу. Заметив лидера гильдии племени невероятных людей, все они пришли, чтобы поприветствовать его. Хозяин. Привет, босс. Магазин зелий Звездной Ночи был торговой организацией, и их начальником был босс Нирвана Флейм. Итак, они последовали примеру членов гильдии, называя юношу боссом. Кроме того, они также чувствовали, что эта форма обращения была более естественной. Ни Ян кивнул в знак признательности. Он оглянулся на алхимиков. Вы все усердно работали. Без вас, ребята, магазин зелий Звездной Ночи не был бы тем, чем он является сегодня. В последнее время, когда гильдия вступила в войну с корпорацией Ангела, нагрузка на вас всех очень возросла. Я хотел бы еще раз выразить свою благодарность. О чем вы говорите, босс? Мы только делаем свою работу. Не переживайте. Правильно, вы относитесь к нам как к посторонним. Без магазина зелий Звездной Ночи мы не были бы здесь сегодня. Так что, если нам придется работать немного усерднее, видя их страстные выражения лиц, Ни Ян чувствовал гордость. Казалось, что усилия, которые он вложил в этих ребят, не пропали даром. Если бы магазин зелий Звездной Ночи хотел набрать новых алхимиков, одной лишь высокой зарплаты было бы недостаточно. Он также должен был создать чувство верности и привязанности. Ни Ян немного поболтал с алхимиками. Молодой человек спросил их о текущей работе и проявил неподдельный интерес. Все они были мотивированы, что начальник интересовался тем, что они делали. Большой босс сам нашел время поговорить с ними. Это была огромная честь. В Цанвицте он были сотни миллионов игроков, но был только один Нирвана Флейм. Он занимал высокое положение в сердцах этих алхимиков. Ребята, покажите боссу свои последние творения. Если ему это понравится, вы получите бонус до 50 тысяч золота за каждое новое зелье, сказал Бёрд. Хотя ни у кого из них не было недостатка в деньгах, но даже для этих специалистов, высокооплачиваемых специалистов, 50 тысяч золотых были большой суммой. Потрясающие. Поверь мне, управляющий, глаза нашего босса засверкают. Воскликнул Квайт Нанинань с гордостью. Он был алхимиком номер один в магазине зелий Звездной Ночи. С точки зрения придумывания зелий, ему не было равных. Даже Бёрд уступал этому алхимику. Хорошо, это твои слова. Если босс не будет удовлетворен, я займусь твоей зарплатой. Усмехнулся Бёрд. Квайт Нанинань злорадно усмехнулся. Оказалось, у него уже что-то было в рукаве. Что касается разработки новых зелий, если бы этот парень сказал, что он номер два, никто не осмелится претендовать на звание номер один. Двое алхимиков поспешили назад, откуда они принесли пустой стол. Ниянь был полон ожидания. Интересно, что ему покажут эти гении, изменившие ландшафт зельеварения Цанвицтеон. Без сомнения, эти алхимики придумали немало отваров. Ниянь почувствовал, как его ожидание взлетело до небес. Кто хочет пойти первым, поинтересовался Бёрд. Все смотрели друг на друга, но никто не проявил никаких признаков продвижения вперед. Атмосфера внезапно стала неловкой. Шутки в сторону. Вы, ребята, заставляете меня выглядеть плохо перед боссом. Никто не хочет идти первым. Закатил глаза Бёрд. Первый, кто выйдет вперед, только будет сильнее нервничать из-за свалившегося на него внимания. Мои изобретения слишком хороши для этого. Да, моя смесь слишком хороша, чтобы идти первой. Никто не хотел прийти первым. Ниянь горько улыбнулся. А чем думали эти чудаки? Хватит играть. Время босса драгоценно. Хорошо, я выберу кого-нибудь. Ты иди и принеси свои зелья. У тебя не будет другого шанса, сказал Бёрд, указывая на случайного алхимика. Парня двадцати с чем-то лет. Его внешность была довольно опрятной с бледным цветом лица. С первого взгляда можно сказать, что он был довольно замкнутым. Алхимик неохотно кивнул, но подошел. Он порылся в сумке и достал два зелья. Одно было синим, другое зеленый. Парень поставил оба зелья на стол. Синее это зелье невидимости. Чем он отличается от других зельей невидимок? Да, скажи нам. Другие алхимики начали поджучивать его. Алхимик покраснел. Он крикнул. Позвольте мне закончить говорить. Все заткнись. Зелья невидимости действуют только на суше, а не под водой. Босс, вероятно, тоже это знает, сказал алхимик. Ниянь кивнул. Ну это зелье работает наоборот. Выпив его, вы станете полностью прозрачным в воде. Кроме того, это очень похоже на обычные зелья невидимости. Также продолжительностью около трех минут. Ой. У него есть еще несколько преимуществ. Не влияет на скорость движения и не имеет других побочных эффектов. Вы сможете плавать, как обычно, гордо сказал алхимик. Берт повернулся к Нииню, который кивнул. Зелье водной невидимости. Твоя награда – 10 тысяч золота, сказал управляющий алхимиками. Деньги были второстепенными. Получение одобрения Нииня заставило сердце алхимика забиться от волнения. Затем он представил зеленое зелье. Это зелье превращения, но то, во что оно превращает вас, делает его особенным. Выпив его, вы станете тюленем, и ваша скорость плавания увеличится на 300%. Вы не можете атаковать, и эффекты будут отменены, если вас атакуют. Продолжительность – 20 минут, а время восстановления – 5 часов. Глаза Нииня загорелись. Это было именно то зелье, которого ему не хватало. Теперь, если он когда-либо столкнется с какой-то ситуацией под водой, он мог бы легко справиться с этим. Казалось, что этот алхимик специализируется на подводных зельях. Я также одобряю это зелье трансформации. Твоя награда – 20 тысяч золота, сказал Ниинь. Он был в приподнятом настроении после получения этих двух новых зелий. Видя, что их друга наградила 30 тысячами золотых за два зелья, другие алхимики тоже пришли в восторг. Все они достали свои различные творения, о которых Ниинь никогда не слышал и не видел. Психоделическое зелье похоти. Будь то человек или монстр, даже небольшое его количество приведет к тому, что цель окажется в ловушке галлюцинации, будет выведена из строя и не сможет защитить себя. Пожалуйста, есть образец. Это очень важный момент, когда вы идете в пустыню, сказал старик. Его волосы были седыми, как и усы, которые падали ему на лицо. Этот 70-летний дедушка с возбужденным выражением на лице, держа в руки безвкусное красное зелье, выглядел весьма сомнительным. Несколько алхимиков женского пола поморщились, когда их лица покраснели. Ты старый извращенец. Чертовски горячо. Я поражен. Вы даже можете сделать что-то подобное в игре. Какое потрясающее творение. Но как вы должны использовать это зелье? Вряд ли враг согласится его выпить. Вы можете добавить зелье в его напиток. Какое хорошее зелье. Все обменивались подшучиванием. Конечно, они только шутили. Если бы вы действительно использовали это зелье, прежде чем вы смогли что-либо сделать, вы, вероятно, были бы поражены молнией. Все смотрели на Ниеня. Такое странное зелье, вероятно, он не примет это, не так ли? Глядя на это зелье, молодой человек глубоко задумался. Это психоделическое зелье похоти имело очень мало применений, но оно могло бы пригодиться в некоторых очень особых ситуациях. Психоделическое зелье похоти принято. Ваша награда, 10 тысяч золота Ниянь, сохранил множество предметов, которые большинство игроков сочли бы бесполезными. Однако при правильных обстоятельствах они могут оказать решающее влияние. Ползучее кольцо и кольцо шелка были двумя такими примерами. Только после того, как игроки увидели, что их использует Ниянь, их популярность возросла. Так как эти кольца были довольно редки, их было совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Всякий раз, когда кто-то выставлял одно из них на аукцион, начиналось безумие торгов, а окончательная цена часто превышала 10 тысяч золота. Никто из людей в комнате не понимал, почему Нирвана Флейм одобрил такое странное зелье. Даже сам создатель, старый извращенец, был озадачен. Тем не менее Ниянь уже имел четкий план для использования этого зелья. Алхимия имела много различных ветвей. Только постигнув одну из них полностью, алхимик может достигнуть звания мудреца и создать свои собственные новые зелья. Другими словами, каждый из этих мудрецов был специалистом в своей области, и их зелья отражали это. Алхимики демонстрировали свои творения один за другим. Было много разных видов со своими уникальными применениями. Ниянь принял всего 10 зелий. Большинство алхимиков уже демонстрировали свои зелья. Остался только Квайт Нань-Нань. Все смотрели на него с надеждой. Полагаю, мы сохранили лучшее для последнего представления. По-доброму поддразнил кто-то своего товарища. Квайт Нань-Нань злорадно усмехнулся. Он достал из сумки 5 зелий и выложил их на стол. Черт, 5 новых зелий за такое короткое время. Ты действительно ненормальный. Что это за зелье? Перестань вести себя так загадочно. Расскажи нам уже. Даже если босс потратит здесь немного больше своего драгоценного времени, я гарантирую, что оно будет стоить того. Я сделаю всем приятный сюрприз. Квайт Нань-Нань поднял одну бутылку. Это мое новое творение. После того, как вы его выпьете, ваша сила атаки увеличится на 20%, а ваша генерация агра на 30%. Оно идеально подходит для рыцарей, но также может использоваться ворами. Ниянь кивнул. Это зелье действительно было отлично подходит для воинов, тянущих агра. Увеличение силы атаки на 20% также было довольно приличным, хотя оно и влияло на увеличение генерации агра. Для воинов это тоже было неплохо. Ниянь принял это зелье и наградил Квайт Нань-Нань пятью тысячами золотых. Квайт Нань-Нань продемонстрировал следующие три зелья. Первое – сильный яд, второе – зелье ночного видения, а третье – зелье святого благословения. Они в значительной степени делали именно то, на что указывали их названия. Оставалось только одно зелье. Все смотрели на бутылку, ожидания росли. Это зелье было черным, как ночь. И все же жидкость искрилась и излучала чарующее сияние. Что это за зелье? Я еще не назвал его, ответил Квайт Нань-Нань. Выражение его лица стало серьезным. Почему нет? Квайт Нань-Нань пожал плечами. Потому что я еще не придумал подходящего имени. Оно выглядит довольно уникально. Что делает это зелье? Чарующее сияние, которое излучало зелье, привлекло всеобщее внимание. Один алхимик подошел и попытался поднять зелье, только чтобы Квайт Нань-Нань ударил его по руке. Не трогай это. А почему? Спросил алхимик. Он только хотел взглянуть поближе и посмотреть, из чего оно сделан. Потому что я придумал это, смешав ядовитую мандару, создателя трупов. Экстракт Мордора Ночной Тени, слюну гнилого дракона и десять других сильнодействующих ядов. И это, что? Невозможно. Это совершенно невозможно. Алхимики-мудреца подвергли сомнению слова Квайт Нань-Наня. Каждый яд обладает уникальными свойствами. Если вы будете смешивать их вместе, то он не будет увеличивать токсичность. Вместо этого яды будут конфликтовать друг с другом. В лучшем случае это создаст яд с более слабой потенцией. В худшем случае ты взорвал бы все это здание, сказал Берт. Он провел свое исследование. Квайт Нань-Нань покачал головой с загадочной улыбкой. Вы все не правы. Пока я изучал яды, я сделал открытие. Ядовитая мандара и создатель трупов совместимы. Они могут устранить изменчивые эффекты слюны гнилого дракона. Это похоже на другие яды. Это дало мне новое понимание. У ядов также есть свой набор правил, просто мы их еще не знаем. Это как разные элементные энергии. Некоторые противостоят друг другу, а другие порождают друг друга. При определенных обстоятельствах они могут противодействовать друг другу, а при наличии правильных условий они могут собраться вместе в совершенной гармонии. Мудрецы-алхимики погрузились в глубокие размышления. Это было новое откровение. Это было похоже на то, как будто окно было открыто в их сердцах. Их предыдущее понимание ядов было перевернуто с ног на голову. Переходи к делу. Насколько силен этот яд? Спросил Ни Янь. Его не слишком интересовала теория алхимии. Я не совсем уверен. Я бы сказал, что он как минимум в 5 раз сильнее, чем следующий сильнейший яд. Его агрессивная реакция может легко растопить любую броню. Он может мгновенно убить врага, если сопротивление яду у того недостаточно велико. Кроме того, это может вызвать слепоту, полный паралич тела, внутреннее кровотечение и еще несколько негативных побочных эффектов. После того, как я впервые создал этот яд, система определила, что он был легендарного уровня. К сожалению, сложность его изготовления довольно высока, и материалы все редки, поэтому я смог сделать только две бутылки, сказал Квайт Нань-Нань. Это творение стало кульминацией всей его тяжелой работы и исследований ядов. Это было его величайшее достижение. Никакой другой яд не может сравниться с ним. Все втянули по глотку воздуха. Как коллеги-алхимики, они понимали, насколько трудно было сделать яд такого уровня. Это была определенная эпохальная смесь, достойная того, чтобы ее записали в анналах алхимии. Ньянь бросил взгляд на этот черный яд. Он чувствовал себя совершенно ошеломленным. Для этого яда иметь такие отвратительные эффекты, это было действительно шокирующим. Ты сказал, что еще не назвал его правильно, спросил молодой человек-алхимика. Им-им-им-им, Квайт Нань-Нань кивнул. Как насчет того, чтобы назвать это драконья погибель, предложил Ньянь. Он был немного игривым. Единственной причиной, по которой молодой человек предложил это имя, было то, что он собирался пойти в логово дракона, чтобы украсть яйцо дракона. Драконья погибель? Я имею в виду, он способен убивать драконов, верно? Драконья погибель, сказал Квайт Нань-Нань. Имена, которые он придумал раньше, на самом деле не подходили, и их тоже было не так легко запомнить. Предложение Ньяня подходило, и он согласился. Квайт Нань-Нань взял маленькую наклейку и разместил ее на бутылочке, затем схватил ручку с верстака и написал. Драконья погибель. В этот момент Ньянь уточнил. Значит, у тебя есть только две таких бутылочки? Да. Только ради изготовления двух этих склянок я сжег весь трехдневный запас гильдии по разным редким лекарственным растениям, сказал Квайт Нань-Нань, смущенно почесывая голову. Пока результат будет таким хорошим, я предоставлю тебе столько лекарственных растений, сколько будет необходимо, Ньянь усмехнулся, хотя бутылок было всего две, сейчас этого будет вполне достаточно. Яды отличались от обычных зелий, большинство зелий были расходными материалами одноразового использования, но яды можно было использовать по одной капле за раз, одну бутылку драконии погибели можно использовать до пяти раз, все, что ему нужно было сделать, это намазать этот яд на свой кинжал, эти две бутылки прослужили бы молодому человеку довольно долго. Создание Квайт Нань-Нань яда драконии погибели позволило другим алхимикам взглянуть на алхимию с новой точки зрения, с их новым пониманием игроки жаждали вернуться к работе, сегодняшние результаты превзошли мои ожидания, помимо награды в 20 тысяч золотых, я решил дать Квайт Нань-Нань еще 30 тысяч золотых за драконию погибель, есть возражения, спросил Ньянь, все покачали головами, они улыбнулись и поздравили Квайт Нань-Наня, он, несомненно, заслужил признание Нирваны Флейма, как и другие, хоть и в меньшей степени, работать под началом такого босса было действительно здорово, Ньянь немного поболтал со всеми, включая быстрый разговор с Бердом о финансовых делах, магазину зелий Звездной Ночи было бы довольно сложно расти, их ежедневная прибыль стабилизировалась, в хорошие дни филиалы приносили до 9 миллионов золота, в плохие дни прибыль не опускалась ниже 7 миллионов золота, трудно было представить сумму дохода, которую магазин зелий Звездной Ночи приносил каждый день, однако все это было быстро использовано, помимо поддержки ежедневных расходов племени невероятных людей, Ньянь реинвестировал большую часть в рынок, чтобы поглотить предметы, которые имели высокий потенциал оценки, Берд открыл два склада только для этих предметов, оба они наполнились до краев всем, что вы могли себе представить, предметы, хранящиеся там, были куплены по низкой цене и будут проданы, когда их стоимость достигнет своего пика, если их продать на пике цены, то можно будет выручить до нескольких сотен миллионов золота, хранение предметов для племени невероятных людей на такое большое количество золота не было большой проблемой, Ньянь по-прежнему имел 50 миллионов золота на своем личном счете, он брал часть и обменивал их на кредиты реального мира, а затем переводил их на счет отца, всемирное объединение быстро расширялось, таким образом, ему нужен был капитал, после быстрого прощания Ньянь в скором времени покинул магазин зелий Звездной Ночи, положив новые зелья в свою сумку, он отправился на окраину Калора и вызвал своего темнокрылого дракона, пришло время посетить логово дракона на реке Судьбы, Ньянь достал из своей сумки ядро жизни тьмы и бросил его темнокрылому дракону, тот съел ядро жизни, как если бы ел бобы, Ньянь уже потерял счет, сколько ядер жизни тьмы съел темнокрылый дракон, обычным игрокам эти ядра жизни стоили небольшого состояния за каждое, но темнокрылый дракон жевал их, как ежедневные закуски, даже при том, что летающий маунт не показал никаких признаков прорыва к девятому рангу, было очевидно, что существо постепенно становилось сильнее, Ньянь достал из своей сумки ядро дракона, прошло много времени с тех пор, как темнокрылый дракон съел последнее, пришло время поподчивать его вторым, хотя ядра дракона было недостаточно, чтобы позволить темнокрылому дракону прорваться до девятого ранга, этого было достаточно, чтобы значительно повысить его силу, после того, как Ньянь вытащил ядро дракона, темнокрылый дракон неоднократно оглядывался на него и издавал умоляющие крики, он пускал слюни из своей чудовищной пасти, молодой человек усмехнулся и бросил ядро дракона темнокрылому дракону, когда темнокрылый дракон проглотил ядро дракона, аура вокруг его тела уменьшилась, стала намного более плотной и спускала тяжелые чувства, так как Ньянь и темнокрылый дракон имели духовную связь, молодой человек мог чувствовать, что летающий маунт медленно переваривает ядро дракона, энергия проникала в его тело постепенно, темнокрылому дракону понадобится несколько дней, чтобы переварить это ядро дракона, река судьбы, бурная река, прорезавшая горные хребеты, впадающие в глубокий бассейн у подножия горы, это была одна из самых коварных областей колора, всевозможные монстры бродили по бассейну реки судьбы, элитные существа были повсюду, даже гораздо более редкие золотые монстры, которые сбрасывали хорошее снаряжение, были довольно распространены здесь, не говоря уже о том, что река судьбы была богата природными ресурсами, здесь встречались различные лекарственные растения и редкие руды, команды игроков часто заходили сюда, не ради подъема уровня, а ради приключения и добычи, несколько счастливчиков вернутся из реки судьбы богаче, чем в их самых смелых мечтах, всего несколько редких баллов могут позволить вам прожить несколько месяцев в роскоши, однако, если вам не повезло и вы столкнулись с элитой высокого уровня, вы, скорее всего, облажались, даже если вы побежали в первый момент, вытирание было наиболее вероятным результатом, все это предполагало, что вы не столкнулись с могущественным драконом, потому что если бы вы это сделали, вы были бы мертвы, даже не зная, что на вас напало, Ниянь окружил темнокрылого дракона, прежде чем, наконец, нашел подходящее место для спуска, темнокрылый дракон приземлился в долине реки, Ниянь спрыгнул со спины своего летающего маунта, вскоре несколько воров предстали перед Нияним, босс, вы здесь, Ниянь посмотрел на этих людей, они были частью корпуса вора, некоторые из них выглядели более знакомыми, чем другие, однако, не осматривая их, он, никак не мог назвать имена этих игроков, было просто слишком много воров, чтобы он помнил все их имена, воры все были чрезвычайно взволнованы, когда они увидели Нияня, покажите мне, где находится логово дракона, сказал Ниянь, хорошо, следуйте за нами, босс, сказал вор по имени Виндблейд, Ниянь следовал за ними, когда они мчались в определенном направлении, несколько близлежащих гор возвышались над землей, устремившись в облака своими высокими обрывистыми скалами, изредка над головой пролетали несколько крупных существ, воры, указывающие путь, двигались с особой осторожностью, в этом месте скрывались многие опасности, один промах, и они могут оказаться в крайне неприятной и даже смертельно опасной ситуации, они не будут ни первыми, не последними, кто умрет здесь, босс, здесь часто появляются крупные летающие существа, сказал вор, однако увидев, как Нирванов Лейм одарил его теплой улыбкой, при этом совершенно невозмутимой, парень понял, что его напоминание не нужно, в лесу под скалой дюжина воров смотрела на логово дракона, они увидели двух больших драконов, летящих на охоту, двое воров спрятались под деревьями, у них был четкий вид на скалу из-за листвы, босс это должен быть восьмой, верно, спросил двадцатилетний вор с несколько незрелой внешностью, его звали Суюе, рядом с ним был тридцатилетний вор с длинными усами и темной кожей, он выглядел совершенно спокойным, его звали Сильверин.